Так я думал, хлопок только для того, чтобы синхронизировать видос с речью. Ну, ещё и звук с иксплитовским звуком, потому что всё равно до меня ты доносишься где-то через 500 миллисекунд, и я всё равно твою дорогу всегда пододвигаю под свою, и как бы да. Я не знаю, как банан это делает, но если тикет мне придёт, то мне будет удобнее, если всё равно есть хлопок. Ну, хорошо. Я думаю, он что-то тоже там делает такое подобное. Да он крутой, базару нет. Только что-то как-то он споткнулся. Что-то... Но я верю, что он делает всё возможное по колл-центрам. У нас же звонок важен для него. Вот да. Так, ладно, я хлопну сейчас. Давай. Так, всё. Я хлопаю тогда. Ну, теперь ты тоже. Хлопнул. Что-то как-то так странно хлопнул, как будто тебе не понравилось выступление, но надо немножечко это... Надо щучить. Чтоб не обиделись как-то, ну, так... Вот так. Ну, ладоши пальчиками чисто похлопать. Уже... Мы приветствуем всех на Спешли 230. Это слипшееся при-шоу. Вот. Мы его пишем 21.04. И мы, кстати, сегодня достаточно рано. Ну, потому что без подготовки. Нам надо всегда без подготовки. Тогда будет свежий, хлёстко, остро. Знаешь, кто-то из слушателей скажет, что вы и так без подготовки, по-моему, судя по подкастам. Ну, я тебе скажу, давай расшифруем для самых маленьких. У нас же есть маленькие. То есть у нас есть взрослые слушатели подкаста, а есть самые маленькие. Есть, да. Вот для них расшифруем, что такое слипшееся при-шоу. Слипшееся при-шоу — это сразу два шоу в одном. То есть звучит как что-то дерьмовое. Знаешь, как это слипшиеся прикомочки какие-то. На самом деле это, во-первых, как минимум, подкаст, подкаст, который вы обычно слушаете. Но подкаст как бы в формате таком, в таком свободном формате, что мы называем при-шоу, потому что мы в при-шоу именно так и делаем. При-шоу можно, кстати, послушать на Patreon. Да, да. Это экспромтовая тема. То есть мы там вот, что в голову придёт, что нас сегодня заботит в данную секунду, то мы и обсуждаем. Как-то так это обычно происходит. Да, и если вы хотите продолжения, соответственно, идёте на patreon.com, слышите веб-дизайн, как я и сказал. Да, причём там за любой тир можно услышать при-шоу. То есть это не то, что вы такие туда зашли, уже нахухлились, а там хоп, иногда 40 тысяч долларов в США. Нет, даже за один доллар вы можете слушать все при-шоу. Там их уже около 40, наверное. Не за канадский. Потому что за канадский как-то, ну, не так. За канадский одного не хватит. Там два минимума. Да, потому что я помню, у нас были, встречались, причём-то канадские доллары в Аляске. И я так и не понял, в итоге они действующие, не действующие. На территории Аляски именно, это штат, который близок к Канаде, там тупо один к одному. То есть там даже тебе именно их в магазине примут и не пошлют нахрен. Ну вот. То есть типа уже практически Аляска, это уже канадаска. Канадаска. Да, да. То есть там именно... Мус-минус. Я когда был в 2004 году, 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 году в Крыму. Городу. Вот. Это важная история, да, как я там был в Крыму. И случайно на рынке дал... А тогда ещё это была Украина. Случайно на рынке дал рубли. Именно российские. Что-то стали клинки. Там практически на меня очень сильно сворчали. Типа, ты чё, цё, говно. Там именно очень сильно бабулька какая-то сорвалась на меня. Вот. Я понял, что, блин, походу... Не то дал. Да. И я потом... Поэтому в 2014 я не поверил референдуму, потому что как бы, ну, меня там разве что не вынесли, блин, оттуда. Да. Да. Ну, интересно. То есть, по идее, если в другой стране даёшь... Ну да, то есть рубли-то даже разве что в Турции примут, и то вряд ли. Так вот сомневаюсь. Это ж вопрос именно... Можно было просто сказать, типа... Слышь, братка, я понимаю, ты любишь свои там вот эти вот деревянные тугрики, но у нас здесь там действуют только кошерные эти, да. А нет, там было именно практически чуть ли не мне их швырнули. Как будто я именно в тро... А мне ещё, представляешь, да, 2004 год, мне 13 лет. Это не то, что я такой стою в башеванке и троллить её сейчас буду и рубли ей давать. Это как бы нет. Это было что-то про другое. Футболки с Путиным, которые на медведях. Да, да. Кстати, в Таиланде-то я был именно с Майкой, с Путиным. Чисто в троллинг ходил, и было даже прикольно. Да кого? Там все наоборот и руку пожмут, мне кажется, в Таиланде с Путиным футболкой. Ну, там просто много русских, хотя в тот момент было уже очень мало русских, потому что курс, опять же... Сейчас мы с вами вещаем на часах 77 рублей за доллар. Возможно, когда вы будете слушать, будет 177. Сегодня 21 апреля. Но я сегодня видел новость про то, что чуваки сказали в 2021-м обратно отскочит. Я думал, они сказали, что Ванга ещё предсказала, что нефть будет по ноль. Потому что, ну, на полном серьезе кто-то опять обсуждает, что она коронавирус предсказала. То есть, в принципе, там уже... Блин, да мне кажется, ей просто уже присуждают любое дерьмо. Я согласен. Она на 30 лет вперёд уже всё предсказала, и попробуй докажи обратное. Может, она ещё предсказала, когда у нас подкаст выйдет? А? Уже такое у неё справа. Слушай, там она... Именно даже она сказала, что будущее туманно, поэтому... Вообще, я считаю, нам надо будет принять с тобой какое-то волевое решение, но вот условно нам... Завтра банан скидывает 227, и мы можем прям тупо каждый день пулять по куску инфы, которая у нас есть, потому что, блин, всё равно всё, что выходит... Ты имеешь в виду, что у нас состакалось в выпуске? Ну, у нас просто уже так много в запасах, что, блин, реально мы рискуем выпустить этот спешл, когда уже карантин закончится, и уже ядерная зима наступит. Поэтому, блин... Так и есть. На самом деле, смотри, меня бесит не то, что мы не выпускаем по времени, но чуваки подождут, мне кажется. Так. Меня бесит, что там в натуре новости про тухшие. Так, естественно. Я тоже... Я не про то, что есть как бы расписание по Соловьёвычу быть лично, и не приходит народ. Насрать. Просто, ну, это уже не смешно будет. Да. Ютуб, вы там на это заигрались. Тоже шутка уже устареет. Никто просто не поймёт даже, о чём речь. Так-то это свежак. Это вот только что сегодня вечером он в эфире такое сказал. По идее. И да, мы спалились, мы смотрим его эфиры, естественно. Так у нас футболка с Путиным. Представься, мразь. Вот, поэтому я считаю, нам надо как-то просто будет пулять прям вот всё, что есть. Ну, не в смысле прям всё, что есть. В смысле, я за. Ну, давай хотя бы раз... Давай день через день хотя бы, каждый день будем... Ну, давай так, давай при шоу, на следующий день подкаст, на следующий день подкаст для всех. При шоу, потом подкаст. Потом день пропуска, и по новой как бы всё, весь цикл. Ну, да, это даже больше, чем я думал. Я думал, при шоу подкаст. А, ну, нам надо... Да, нам, видишь, подкаст надо, чтобы он был сначала для патронов, а потом для всех остальных. Ну, это можно в один день. Ну, ладно, неважно. Да, меня так устраивает, мне кажется. А чё нам? Ну, вот да, просто чтобы прервать этот порочный круг, потому что... Потому что мы так не избавимся от этого. У нас будет кастакаться постоянно, как тикеты. А мы же машины с тобой. Мы же сейчас ещё запишем 100 выпусков, как бы, и... Да, да. А потом опять бы нам заставить. Да, нам нет смысла их копить. Это не доллары США. Поэтому, ну, как бы, да. Курс не растёт у них, к сожалению. И они даже... Это даже не виски, чтобы оно с каждым днём лучше становилось. Вот, да. Оно, скорее, по-моему, выдыхает. Это как Кока-Кола. Я тут недавно узнал... Ну, как узнал? Просто прочитал на этикетке. У Кока-Колы, на самом деле, срок годности всего полгода. То есть даже у сока, который... Ну, обычный сок, сладкий вроде, в пакетах тетропаковских. И то у него срок годности то ли год, то ли два. А у Кока-Колы полгода. Хотя, казалось бы, там из натурального говна якобы. У Кока-Колы через полгода уже начинают плесень давать. Вот именно. Ну, в общем, я понимаю, из-за чего. Ну, то есть, Кока-Кола, там сахара откровенно больше, чем в соке. В сок, конечно, добавляют почти весь сахар. Но, тем не менее, в Кока-Коле сахара там типа 12 грамм на 100 грамм. То есть, одна десятая — это тупо сахар. Вот. И там добавляют поэтому кислоту, чтобы оно хотя бы сразу не слипалось, и там не жили микробы какие-нибудь беспонтовые. Вот. И, короче говоря, да. То есть, поэтому полгода. Вот. Но, тем не менее, я просто... Так это полгода, когда уже открыл бутылку или просто... А вообще нет, прям реально. Типа, произведено 6 марта, 6 сентября уже, хорошо, хоть не третьего, можно выкидывать, и потому что, ну, иначе у тебя там скрутится что-нибудь, внутри свернется в трубочку. Хе-хе, бой. Блин, ну, я за Кока-Колу, да, я бы тоже переживал. Я бы лучше ее вот так... Я, кстати, никогда не смотрел, если покупал газировку, никогда не смотрел на дату производства. Это что-то, знаешь, это как молоко покупать. Ну, типа, молоко, понятно, каждый день. Наоборот, точнее, это, наоборот, не молоко. То есть, молоко молоко. Я еще смотрю, потому что были времена когда-то, может, лет 10 назад, когда я купил именно кислое молоко. И это было как... Кислую колу. Ты покупал хоть раз? Ну, нет, но слушай, вдруг именно в какой-то момент она вот когда невкусная была, это просто она просроченная была. Ну, такое может быть, я согласен. Хотя невкусная Кока-Кола, это, в общем, редкость, но тем не менее. Вот именно, вот именно. Просто видишь, там еще бутылка как-то, там еще газирование, то есть, оно тоже выходит, наверное, с днями. Я не знаю. Ну, кстати, вполне. Ну, короче, блин, я просто... Интересный факт с Саней Гончаровым. Согласен, это в натуре. А знаете ли вы? Да. И такая табличечка про Кока-Кола. Знаешь, несмотря на то, что мы с тобой выходим без подготовки на спешл, у нас все равно была, черт возьми, подготовка. Но не потому, что мы, как бы, такие хотим, чтобы все прошло гладко, а потому, что просто мы боремся с деменциями, тьфу-тьфу-тьфу, прогрессирующими. И тупо, чтобы не забыть рассказать интересные, да, темы, потому что они, как бы, ну, реально интересные. И мы их именно не сильно даже между собой обсуждали, чтобы не расплескать. Чтобы это прям, ну, у вас был тоже natural feeling, как будто вы вместе с нами первый раз слышите эту историю. Чтобы мы не охали-ахали, как будто мы вот... Да, ну, что ты говоришь-то? Да, да, да. Ну, на самом деле, у нас одна тема мы уже обсудили, по крайней мере. Ну, вдруг там есть финал какой-то. Или какой там финал? Наверное... Ну, мы... Я думаю, что мы развернем в любом случае, поэтому поохаем, поахаем еще. Да что ты говоришь, будем говорить. Просто, видишь, хорошо, что у нас вообще есть тема. Бывает такое, что ты вышел на слившееся пришло, так называемое, и у тебя ты без тем. Ну, слушай, нет, я прям сидел и думал, что, блин, вдруг вот если пауза неловкая, что сказать? Поэтому у меня есть несколько... Ну, таких прям суперсырочных готовочек. У меня много, да, у меня много. Касается это того, что я сейчас просто на бенче сижу, и я потребляю видеоконтент, и этот видеоконтент требует обсуждения, даже если это Interstellar, который вышел 6 лет назад. А ты, кстати, досмотрел до конца? Да, я залпом его посмотрел. Ну как, нет, не залпом. Я посмотрел 40 минут, потом исходил в магазин. Слышал, что ты прерывался. Interstellar прерывать, это как... Как тебе сказать? Это как трип наркоманский прерывать. Ну, согласен. Это хуже, чем половой акт. Да, да, да. Ну, блин. Ровно... Кстати, я даже на масте обзор не написал. Я плохой совсем стал на этом бенче. Распоясался. Про кино вообще это я могу говорить часами, потому что это настолько лайтовое дерьмо, с 1 IQ требуется, чтобы это обсуждать. Это можно просто, я не знаю... Это просто еще противоречивое дерьмо, потому что я на полном серьезе с батей уже чуть-чуть обсудил. Подрался. И он именно орал на меня. Он именно орал, что я тупой там и так далее. То есть, ну вот настолько. Видишь, я, к сожалению, у меня не так свежо. Батя, наверное, наизусть более-менее. Interstellar. У него там это... Но он дважды смотрел, по нему рыдал, поэтому да. Ну вот. Он-то в МакКонахе там рыдал по этой гифке. Вот. Я, к сожалению, плохо помню, и меня не сильно... Ну, ладно, это будет дальше. Это будет... Да, это будет дальше. Давай начнем с того, что у нас там в блокнотике записано. Давай. Блокнотик. У нас спрашивают. Ну да, первый, это нам написал Денис Васильев. Денис Васильев. Он написал где-то, где-то... А, на Патреоне. Где он написал? Да, он написал это на Патреоне. Я задам вопрос, коль скоро вопрос адресован тебе. Давай. То я выступлю как рассказчик. Считать, ты его скажешь. Не рассказчик, точнее, автор. Блядь, ладно, неважно. Я задам. Представим, что я Денис Васильев. Привет. В недавнем пришел Никита упомянул про курсы английского языка. Хотелось бы, чтобы он рассказал про это подробнее. Сколько человек в группе? У кого какой уровень? Какой их возраст? Кто преподаватель? Сколько ему лет? Сколько длится одно занятие? И какое их количество в неделю? По каким учебникам учитесь? Сколько стоят курсы? А еще покажи мне, оттопырив свою сосиску. Покажи, где немцы. Сколько у вас танков? Блин, классно, что он много перечислил. Мне будет много чего говорить, чтобы я буду... А, что еще хотел чувак узнать? Короче... Тебе много чего будет проигнорировать и не ответить, потому что это неудобные вопросы. Денис Васильев, спасибо за вопрос. Следующий вопрос. Короче, смотри. Мне интересно... Тоже будет от патронов фидбэк. Именно от людей в других городах. Потому что, мне кажется, это плюс-минус... Сейчас такой звук был, как будто мне в стену постучались. Сейчас плюс-минус был такой... Короче, суть в чем. Вот у нас в Челябинске есть университет, в котором есть именно курсы английского, на которых сильно готовят. То есть реально сильная подготовка. На самом деле, по факту, ты можешь это повторить, я думаю, с репетитором так же. И даже, наверное, можешь повторить на веб-курсах каких-нибудь. Вот. Допустим. Я уверен, что такого много и разные способы. Просто это для более ленивых, если ты себя не можешь именно... Даже не столько для более ленивых, а скорее... Ну, типа, если хочешь снова там как студент ходить и... Просто мне такой вариант понравился, я не знаю. Плюс нам еще рекламировали это в нашем универе. Вот. Я как-то это запомнил. Не отложилось. Вот у нас, короче, есть курсы английского, которые проходят не в нашем универе, в котором мы учились, в педагогическом, а в другом, более крупном, мейн-универе, который как бы городообразующее предприятие у нас в Челябинске. Вот. И, короче, там есть курсы, которые, собственно, ты можешь начинать вообще с нуля. Ты можешь быть лох-максимальный. И от того, какой ты лох-максимальный, зависит как? Так, то есть там сначала тебе дают анкету. Вот реально. Там по РПГшкам. Ты создаешь своего персонажа. То есть, короче, ты реально в анкете заполняешь, где был, сколько лет. Был ли за границей, например. Именно на ресторанах. Типа на английском говорил или нет. Там, хочешь ли начать с нуля. Там было такое, типа, учил, но хочу начать с нуля. Вот. И, короче, разные такие галочки ставишь. Соответственно, этому. И я думаю, что, соответственно, твоему возрасту плюс-минус и, соответственно, твоему универу, они как-то гениально собирают там 10 групп или 15 групп. Там достаточно много групп по английскому. То есть, реально много. Реально. Просто я-то думал, это как бы, ну, фикция плюс-минус. Вообще нихрена. Там так много народу. Я просто охренел. И там очень много стариков. То есть, я заметил, что реально люди 40 плюс вообще не стесняются идти на курсы английского. Возможно, правильно делают. И очень много, короче, стариков. И прям группы из стариков. Стариковские группы, реально. У нас собрали именно из молодых чуваков. То есть, они специально подобрали. И даже к нам какой-то старик вот один пришел. И он как-то немножко уже странно смотрится. Но он еще английский хорошо знает. И очень странно, что он, у него мама... Умно стакается. У него мама репетитор английского. То есть, чувак ему... Он с сединой очень сильный. Ему реально, наверное, пись полтос. Ну, я не знаю, ну, 45. Вот. Но у него мама репетитор английского. И он пришел на курсы английского. Хотя он уже знает многое. Он уже разговаривает, короче, нормально. И все такое. Вот. Вдруг он именно просто пришел узнавать, как тут учат. Ну, типа, шпион. Узнать, какие методики. Это и есть Денис Васильев. Вот. Это он вопрос задал. Вот. Короче, суть в том, что у... Он, я думаю, он, во-первых, учитель математики. Возможно, он понял, что математика не заработаешь одной. И хочет быть учителем... Просто еще на этих курсах... Вот в чем плюс этих курсов? Один из плюсов. Ты можешь еще закончить, типа там, два месяца или три педагогического... Дополнительного педагогического образования. Мне это не надо делать, соответственно, потому что у меня есть педагогическое образование. Но если закончишь, то ты можешь быть преподом английского, с одной стороны, а с другой стороны ты можешь быть просто преподом. Понял? То есть у тебя уже есть педагогическое говно, и ты плюсуешь к любому говну своему под названием образование. И можешь быть преподом этого. Ну, в смысле, учителем в школе. Преподом некорректно, мне кажется. Вот. Это, короче, все такое. Да, сейчас в преподы берут только магистр в педагогических наук. Да, мне кажется, да, сейчас вообще. Тем более сейчас... Сказал с гордостью магистр педагогических наук, который не пошел в преподы, но тем не менее. Ну, мало ли. Но мог бы. Мало ли какая ситуация будет. Ты еще далеко-то не убирай диплом. Я смогу прибавить еще к тому, которое... Мое говно прибавить еще и это, да. Ну, так продолжай. Короче, хотелось бы, чтобы я рассказал подробнее. Сколько человек в группе? В группе где-то человек 10 было изначально, наверное. Я думаю. Ну, потихоньку отсеиваются чуваки. Плюс-минус. Но я думаю, где-то в группах примерно по 10 чуваков. У кого какой уровень? Я сказал, примерно всех под один уровень собирают. Но бывает, что одни вырываются. У меня технически было чуть повыше уровнем, чем у некоторых чуваков. Но они из-за своей прилежности, например, ну, спокойно меня догоняют. То есть, кто хотел догнать. Вот. Потому что я более так разгильдяйски отношусь. А чуваки именно, кто каждую пару делает. Типа я иногда, ну, не каждую пару, в скобочках, мало пар делаю вообще. То есть, супер лениво делаю. А чуваки, когда каждый раз делают. Понятно, у них словарный запас сложно нагнать. Короче, словарный запас. Вот что я понял. То есть, я чувствую, что у меня есть словарный запас, а у чуваков нет. То есть, я знаю просто слова. Чуть-чуть. А чуваки именно, когда ты с нуля начинаешь, очень сложно. То есть, ты в натуре знаешь cat dog. Если ты много не читаешь, а это только годами. То есть, это знаешь как? Короче, вот допустим, к экзамену ЕГЭ по английскому, мне кажется, невозможно подготовиться за неделю. То есть, к экзамену по информатике можно подготовиться за неделю. Обжабаться там разными наркотиками различными, мы не призываем. И просто выучить шестнадцатеричную, двоичную, хроничную. Просто выучить программу. А с английским не получится. Кроме программы, у тебя ещё будет английский язык. Ну, тот самый. И то есть, будет вообще вокруг. Там просто ещё ЕГЭ по английскому, оно же суперкомплексное. Там аудирование, гавнирование. Там целое дело. Да, целое дело. Мне кажется, кто сдаёт, они, ну, убили на это время. Я думаю, что они с репетиторами занимались. Ну, вообще. Или были как минимум в языковой школе, там хреначили. То есть, это как бы да. Поэтому уровень разный сначала. Можно догнать. То есть, там не сильно разные. Не то, чтобы там гении пришли, а вторые, типа, плебсы. Вот. Какой возраст, супер, тоже разный. Но, видимо, собирают поодинаковому. Потому что плюс-минус всем. То есть, ну, у нас до тридцатки доходил. И потом вот один старикан пришёл. Именно старикан. Денис Васильев пришёл. Денис Васильев, да. Преподаватель. Две преподавательницы на разный лад. Я так понимаю, у всех плюс-минус тоже так сделано. Но, но, я смотрел отзывы на сайте, и наша с тобой, наша с тобой преподавательница по английскому из универа, она её хвалят на сайте. Так, как будто она сфабриковала отзывы. Так, как будто она Денис Васильев. Потому что, короче, именно про неё очень много пишут. Именно про её пару. Там именно двойки по спорту, по болидам. Вот. Там двойки, короче. И она, её двойку, Фомичёва, типа, и ещё одна там, очень сильно хвалят, что, типа, очень много дали. И там ещё, судя по написанию, именно старики пишут. То есть, как будто ей дают именно более возрастную группу. Кстати, вполне возможно. Ну, то есть... Ну вот, да-да-да. У нас, как бы, тоже одна тётенька, тоже такая возрастная, скажем так, которая преподает. То есть, действительно, как Фомичёва, я думаю, по возрасту. То есть, ей, ну, 60 плюс, если честно, наверное. Вот. Она супер бодрая. У неё именно живость мозга видна, потому что она именно без деменции. Она, короче, ты не успеваешь ей слово вставить. Она, короче, два слова по-английски успевает тебе вставить в этот момент. А вторая, достаточно молодая, такая, настолько молодая, что она только сама закончила курсы английского и пошла преподавать. Вот так. И с ней именно English Club. Потому что с ней, знаешь, разговоры, очень творческие задания. Напишите своего супергероя на английском. Напишите Тося. Ну, понимаешь примерно, короче, какая тема. Именно. И просто... Но это классно, потому что очень много разговора. То есть, с ней именно разговорный английский. Ты именно приходишь, она просто тебя спрашивает. Ньюсы спрашивает. Что произошло за неделю? А как там ситуацию? Как оцениваете? Не знаю. С коронавирусом условно. Короче. То есть, типа, есть вот такого плана. А вторая именно по грамматике жёсткая. Именно вот, которая более старая. Она именно просто даёт грамматику. И ты можешь вообще ничего не узнать, кроме как таблицу умножения. Только узнать, что оказывается там has been условно, да? Там вот всё, короче, времена узнать. И, ну, там не только времена. Там, как оказалось, англий... Вообще, как оказалось, мой немножко более-менее итог. Английский — это, сука, ну, дятина. Я, короче, у меня был немножко феерический взгляд на английский язык. Короче, мне вот сама идея учить слова и вообще знать слова. Прикольно, там, этимологию знать. Это, короче, прикольная тема. Как было у тебя на канале про WET. Это прикольно. Вот такие вещи, которые... Кстати, у Сани есть канал в телеге. Вот. Такие вещи, короче, это интересно. То есть, вот знать, как образовалось, классно. Но как только начинается вот эта языковая тема... То есть, мне никогда не нравилось русский учить. Несмотря на то, что русский классный, и я его не уча более-менее, там, тьфу-тьфу-тьфу, там, знаю, где запятые ставятся. Но, то есть, он какой-то, ну, такой, короче, нормальный. Я не блюю с русского и не блевал с русского в школе. Несмотря на это, короче, это занудное дерьмо. Вот английский язык, как и русский, я думаю, и как, я думаю, японский, там, или любой другой язык, вам нужно, короче, именно какую-то цель иметь, чтобы учить английский. То есть, если Денис Васильев тот самый хочет учить английский, надо понимать цель. Потому что бесцельно, вот мне очень сложно себя собрать, покрупиться. Несмотря на то, что я могу себе мифическую цель придумать просто выучить английский. Ну, типа, люди же должны знать в 2К20 английский, да? Но такая цель не работает нормально, реально. То есть, когда ты ни к чему его не хочешь приложить, там, типа, не хочешь свалить, не хочешь реально преподом английского пойти, да? То это, короче, плохо работает для твоего знания. У тебя нет мотивации как таковой. То есть, у нас все в группе в основном хотят свалить. Ну, то есть, реально, кого не спрашивали, там были про эту тему, типа, какие вам странно нравятся, куда хотели уехать. И в итоге, реально, многие люди... Куда хотели свалить? Да, куда хотели свалить? Уже там, хоп. Вот, короче, спаливали. И люди реально хотят. То есть, люди реально же... Они поэтому пошли на английский, там, ну, типа, этим занимаются. У них, как бы, есть цель. Несмотря на это, многие из них все равно отвалились еще быстрее, чем я. Вот. Но, тем не менее, у меня мотивации вообще супер. Ноль практически. То есть, я, как бы, вот эти правила окей. Особенно, когда начинаются вот жесткие, очень тупые правила. Вот всем кажется, опять же, что английский... Ты такой будешь современный. И там начинается именно очень нудятное дерьмо. И я именно завяз на правилах, на... Вот, типа, причастие, идея причастия. Но только они в английском не такие. Они, как бы, и все это причастие, как сказать. Participle one, там, вот это все. И герундий, и, короче, инфинитив. Я на инфинитиве уже начал завязать. Он, вроде бы, несложный. Но у нас тетенька вот эта взрослая, которая старая, так скажем, возрастная, она нас именно жестко заставляла описывать. А какой это инфинитив? Типа, какая причина, там, вот это все. То есть, нужно не просто сказать ту, что ты просто частицу ту добавил, там, условно говоря. Вот. А надо сказать, что это за инфинитив, короче. То есть, чем он выступает, там, в предложении. Чуть в предложении не сказал. Короче, это все оказалось не так фейритейльно, как кажется. То есть, классно. Вообще, мне, когда, ну, вот английский, я думаю, ну, твое прикольно. Блин, ну, там, знать, я не знаю. Но по итогу, короче, по итогу это все равно то же самое изучение языка. Если не любишь изучать язык, то я подозреваю, что бесцельно очень сложно учить его. Вот так скажу. Или, допустим, как у тебя в школе. То есть, когда ты в школе, ты как бы обязан учить язык. Именно, когда у тебя много курсов. То есть, обычно английский почему-то в школах в России на него нет упора, если это не школа, ну, языковая. Он очень халатный. И самое главное, короче, учителя меняются постоянно. Я думаю, в кадрах делают. Да, да. Это исключительно то, что в обычных школах нету столько хороших учителей английского. Да, да. И, короче, это так плохо реально. И ты потом выходишь вообще с нулевым знанием. И самое главное, с боязнью учить английский. Потому что в итоге, если начать учить его, это не так страшно. То есть, в целом, ты даже поучив вот сколько я поучил, ты уже что-то можешь. Письменно уже можешь чуть-чуть. Не так суперидеально. Ну, типа, чуваки-носители, конечно, спалят, что это какой-то чувак пишет. Ну, типа, бывают ошибки какие-то грамматические реально. Точнее, пункты. Хотя у них тоже уже из носителей тоже столько всяких. Да, да. Ну, мы возьмем идеальных британцев, бритиш-балдегов, которые реально учились. Потому что я подозреваю, что америкосы тоже многие плохо знают. Короче, вот. Но, тем не менее, вот. То есть, это не страшно. Это не страшно. Но чтобы до конца все выучить, короче. А там еще сейчас предмет языкознания начался. И там вообще именно просто языкознание. То есть, короче, в итоге оказывается не очень весело. То есть, это не супер радужное дерьмо. Не обольщайтесь, короче. Это не, вообще не сказка. Не пикник. Это просто изучение. Это как, представьте себе, что вы пошли на курсы русского. Вот реально. Пошли на курсы русского. Да падежи, склонения, сприжрения. Все, что есть в русском. Вот это оно. То есть, не просто вы узнали русское слово, там, какая-нибудь там изба. И такие, классно, изба. Нет. К сожалению, надо еще эту избу проспрягать, просклонять, запятую в правильном месте поставить. Ну, короче. Это я чуть-чуть демотивации Денису Васильеву даю, чтобы... И вообще, нашим чувакам, которые чуть-чуть, с одной стороны, чуть-чуть мотивации. Оказывается, что с помощью таких курсов, и вообще, когда вникаешь в такой предмет, как английский, не страшно становится. Ты просто понимаешь, что такое. Оказывается, что времена это не так страшно вообще ни хрена. И, ну, многое не страшно, но именно, чтобы дожать вот это до конца, с этим сложно. Именно, чтобы полностью, вот, вот, полностью быть Бритиш Балдегом классическим. Вот. Что еще? Сколько длится занятие? Там у нас долгие занятия. Сколько там? Короче, по три часа практически. Ну, то есть, реально две пары таких нормальных. Вот. Ну, когда как отпускают, но, опять же, именно вообще сильно, посильно, три раза в неделю по две пары каждый день. Ну, тут просто поскольку, поскольку это за деньги, здесь, если тебя отпускают, это можно вставать, иначе люди прижить, а что ты меня отпустили, там, отрабатываете бабки, там, ну, в таком духе. Да, согласен. По каким учебникам учитесь? Там, где с той тетенькой, которая более взрослая, мы, у нас был учебник Мёрфи, он достаточно популярен на самом деле, красный такой учебник Мёрфи, есть их два учебника, красный и синий. Ну, в общем, мы по красному учимся, он вроде как даже лучше, несмотря на то, что на синим написано, что более продвинутый, но вроде как красный, типа, прикольнее, я не знаю. По крайней мере, нам так сказали, короче. И он, он, знаешь, такой классический, я не знаю, как тебе объяснить такой учебник, где одна страница правила, а вторая страница экзамплы. Перелистываешь, на следующем развороте снова правила, причём такие правила именно почему-то любят на иностранном языке, не просто написать правила, как это работает. Ну, видимо, потому что не для русских сделано, вот так я понимаю. А именно, там всё на английском, вообще всё, типа Cambridge стиль. Ну, понятно. Да-да-да, всё на английском, правила на английском, и, соответственно, там в правиле только примеры, то есть тебе дают пример, ты на него смотришь, там не объяснено, а почему так произошло. А ты просто смотришь на пример и делаешь по этому примеру целый лист, как бы. И плюс к этому учебнику... Закрепляешь, так скажем. Да, плюс к этому учебнику препод объясняет, если нормально объясняет. И тогда всё становится на свои места, действительно по-русски тебе всё, чтобы для русских именно объясняет, чтобы ты понимал в башке хотя бы по-русски это. Вот. А там вот этот учебник, он полностью на английском. Ну вот, обычный такой дефолтный Мёрфи, просто если вы напишите Мёрфи, как Эдди Мёрфи, только просто Мёрфи, Инглиш, Кембридж, там вот эти три тега напишите, то увидите, что за учебник. Не знаю, не уверен, что по нему надо самостоятельно учиться. Я думаю, что нет, скорее, если самостоятельно, то всё-таки какие-то веб-онлайн-курсы посмотреть, погуглить, какие классные есть. Чтобы не было такого, что вы открыли, и вам никто ничего не объяснил. А по второму, по второй тётеньке, которая более молодая, там постоянно какие-то распечатки, вот это, знаешь, когда начинаешь изучать английский, у тебя стопка распечаток. Да, да. Причём всё... Но это, опять же, потому что, чтобы Мёрфи не покупать, потому что так-то они там тысячи стоят, эти учебники, и, в общем, и в целом не у всех есть возможность. Ну вот, да, там постоянные распечатки из разных мест на разную тематику, там разные, короче, приколы всякие такие... Ну то есть классическое, я не знаю, обучение английскому, как может быть в школе, только такое усиленное, как будто если бы, представь себе, что у вас в школе было бы три английских в неделю и по несколько уроков, реально, серьёзно так. И не очень... Ну как у меня, как у вас, да, как у вас. Вот, сколько стоят курсы? Блин, сейчас бы вспомнить. Стоят нормально, стоят нормально. Я сейчас на сайт зайду, я что-то забыл. Я из-за того, что по итерациям плачу, я сбился уже со счёта. Ты по родителям можно в рассрочку? Вот ты в рассрочку. Ну да, я, естественно, не сразу бахаю. Так, прайс, оплата. 40, это китайский. 46. Здесь есть, кстати, да, самое что главное в этих курсах у нас в городе, в универе несколько разных языков. Когда нас собирали 1 сентября всех вместе, там, ты представляешь, целый большой лекционный зал ЮРГУ сидел вот студентами этого лингвистического центра, и не все были на английском. То есть многие пошли на всякие другие. То есть тут есть испанский, итальянский, французский, немецкий, судебно-лингвистическая экспертиза. Вот, то есть такое. Английский 46 тысяч рублей в год. Ну, 46 с половиной тысяч рублей в год. В целом, я считаю, это не очень дорого за такую дрочку, если это будем уже откровенно говорить. Да, конечно, ты же, ну, ты же это все в себя, так сказать. Да, то есть это все на себя, тем более не жалко. Но, с другой стороны, посчитайте, как вам будет с репетитором. Вдруг вам удобно не ходить 3 раза в неделю, там, вам удобнее один репетитор, но это, возможно, будет не так интенсивно. То есть тут хрен его знает. С другой стороны, репетитор только один для вас, он вас будет по-другому как бы натаскивать. Но меня, наоборот, стимулирует иногда то, что в группе чуваки начинают понимать, а я, ну, еще не понимаю. И меня стимулирует больше вникать именно на уроки, чтобы я, конечно, такой, у нихрена, чуваки поняли, блин, надо тоже там вникнуть, че, кого. Потому что с репетитором это может быть, ну, типа, что чуваки с тобой нянчатся сильно. Они приходят, и ты такой, ну, тоже разные подходы есть. Вот. А может быть, наоборот, репетитор получше будет. То есть каждый для себя выбирает, то есть такие курсы английского, может быть, не обязательно, что это именно самое такое классное. Это надо подумать, че вам больше. Как вы себя вот лучше чувствуете? Я не знаю. Вот. Это по стоимости. Че бы еще такое рассказать? Ну, в принципе... Подожди, а вот сейчас, на время карантина, оно как-то дистанционно или просто сейчас on-hold? Сначала был on-hold чуть-чуть, а потом сделали дистанционно, и это еще хуже, потому что мне-то как раз... Я был зависим от того, что я плюс-минус ходил, и как бы себя стимулировал. Лень была ходить, типа. Но из-за того, что сейчас дистанционно, я еще больше забиваю, потому что... Мне-то как раз надо было ходить. То есть для меня это как раз мотивацией является. Более-менее, что ты пришел, там что-то тебя, короче, взбодрили чуть-чуть. Ты потом пришел, дома сделал. А сейчас именно дома скидывают какие-то задания, и я такой, за кого там, герундий какой. Короче, уже это меньше. Но вообще есть, обучение есть. То есть они... Ну, они легко подстроились, потому что они из-за того, что главный университет этого города, они быстро подстроились, там, видимо, у них налажено все. Ну, нам, на самом деле, просто кидают на почту задания без всяких прикольчиков. И у нас есть одна общая почта всей группы. И просто делаешь, и у тебя проверяют. Вот так. Ну, я просто к чему, да, опять же, по родителям. Просто, ну, типа же у них сервис проседает из-за карантина, а они за фулл прайс тебе, типа, там что-то скидывают и так далее. Вот я тоже не знаю, хочется им сказать, что, чуваки, оно как-то выглядело не так, как должно было быть на самом деле. Я понимаю, что ситуация-то, ну, по-другому не сделать. Ну, да, они, если начнут, а тогда вообще ничего не будет, как бы, пошел в жопу, и денег мы все равно не вернем. Вот, да. Я еще пока на сайте тут вижу, что у нас оказывается... Ну, вдруг кто-то Челябинский слушает, вряд ли. Тут, оказывается, с 9 января, например, зимний набор. То есть тут по армейке несколько наборов в год еще. То есть столько народу идет, оказывается, через этот лингвистический центр. Ну, и, в принципе, главная тетенька в лингвистическом центре там выступала, гордилась, говорила, что у них там миллионы людей заканчивают постоянно, и все довольны, все рады. Что, короче, ну, видимо, действительно много людей идет. Но в основном, я говорю, возрастные чуваки, возможно, просто, когда ты уже... тебе много лет, ты не можешь с репетиторами заниматься и онлайн-курсы мутить. Тебе надо ходить. Типа вот такая история. Ну, или, если ты, наоборот, супер занятой, я не знаю, там, по каким-нибудь звездам, то у них как раз нет времени ходить три раза, и они как раз идут к репетитору, и да. То есть тут, наверное, есть разные истории. Ну, да. Это совсем другая история. Да, да. Ну, вот примерно так. Не знаю, помогло это кому-то чему-то или нет. Ну, я там две... Две главные мысли мои. Первое, это чтобы учить английский, нужна суперцель. Такая именно цель... Ну, может быть, есть люди, которые есть, я уверен, есть люди, которые... У них просто цель сделать себя лучше, ну, оно и так сыграет, типа. Вот. Но это... Представь себе, что вот тебе сейчас реально надо выучить... Ну, ладно, допустим, даже немецкий. Тебе полностью надо немецкий, потому что, ну, именно выучить так, как его знают немцы. Вот. То есть вроде цель круть, но без того, что... Но ты туда не поедешь. То есть ничего не будет. Ты не будешь... Ну, представь себе, что ты не будешь... Чего начал? Цель. То есть ты, может быть, поедешь, но чисто так поехать просто, один раз пообщаться, то есть... Когда вот... Ну, я понимаю, да. Да, такого нет великого. Это, ну, немножко теряется. Или там, я не знаю, это как мне турецкий сейчас начать учить. Ну, я, типа, в Турцию езжу, но нахрена мне турецкий знать? Типа, я бы мог, может быть, там классно с ними общаться, но зачем? Как бы... Это немножко странно. Поэтому английский всегда... Просто сейчас все говорят, как только начинается слово... У нас слово информатика, она подружилась очень сильно со словом английский. И это правильно? Согласен. Абсолютно. Если ты хочешь делать хоть что-то айтишное, какую-то тему мутить, любую, ты должен хотя бы, в принципе, понимать, что есть английский язык, плюс-минус. А еще лучше upper intermediate быть. Вот. Чтобы хотя бы везде резюме отсылать, где написано upper intermediate, и говорить, что ты в натуре можешь. Но! Короче, несмотря на это, должна быть жесткая. Вот прям цель прям такая, блин. Лучше захотите тогда, не знаю, может быть, Денис Васильев просто хочет уехать там, где английский. Или, может быть, в его стране только на английском. Говорят, но тогда бы он вряд ли бы спрашивал про курсы. Вот. Ну вот такая. Слушай, он может просто for fun хоть что спрашивать. То есть, да, мы тут за него не придумаем, но я могу так тебе сказать. Давай. У меня две, так сказать, этих есть ремарки. Давай. Первое, это чтобы, вот как ты говоришь, именно знать язык, как native speaker. Самое главное, это даже не словарный запас, хотя словарный запас тоже. Блин, мне по бенчевским делам пишут. Так это ты на бенче, 2231 в Челябинске. Да, да. Это точно. Смешно. Ладно, так, я отписался. Короче, важно даже не столько вокабуляр иметь, хотя, разумеется, это вот, это то накопительное, что тебя будет всегда отличать от других людей. Что как бы, есть люди, которые знают слово surveillance, что это этот, опрос. Опрос именно такой, когда понятые вот пришли, и тебя сейчас будут опрашивать, что ты видел там и так далее. А кто-то просто этого слова не знает и не узнает. Ну, блин, это на сервей похоже, и ты можешь догадаться. Ты знаешь, что опрос, это самое обаянное слово в мире. Survey. Или survey, скорее. Вот. И оно похоже, ты можешь догадаться, но, скорее всего, точно ты не скажешь. Ну, короче, это смешно. Это, вокабуляр, это одно, но есть еще такая штука, называется идиомы. Так. Идиомы, это как бы, обороты, устойчивые выражения, типа, вот где собака зарыта. Угу. И вот это дерьмо, это самое главное, потому что грамматика, даже чуваки, которые там живут, они могут говорить безграмотно, не потому, что они там реднеки или какие-то там тупицы, а просто потому, что, ну, типа, чувак, мы тут just chit-chatting, здесь сидим, и так далее. Просто базар-вокзал. Мы сейчас здесь не распыляемся, past perfect continuous. Так и мы, так и мы, даже в русском мы сейчас с тобой разговариваем, мы можем просто говорить несколько, не знаю, существительных по бреду, и мы друг друга понимаем, о чем речь идет, и как бы похрен. Вот. То есть мы тоже русский не соблюдаем прям уж так сильно. Это я согласен. Слушай, про идиомы очень правильно, потому что в английском даже не только собака зарыта, вообще английский, как оказалось, я думаю, все языки, так? Возможно, даже японский, так? Буду его постоянно упоминать. Мне кажется, чуваки даже на иероглифах, у них все равно идиомы, там, до свидос, у них, наверное, еще больше идиомы. Но в английском, как оказалось, просто есть, как сказать, какие-то такие исключения, связочки, которые, если ты просто не знаешь, то ты не в жизни правильно не напишешь там или не скажешь. И, короче, там очень много такого, там даже не то, что вот реально поговорки, а просто, как оказалось, там есть просто фразовые глаголы, опять же. То есть там to take off снять, снять в смысле вещь. Ну, хотя взять наружу, это и то понятно. Take off. Ну, да. Я не знаю там. To look for. Ну, тоже это искать. Look after. Присматривать. То есть тут одно слово, в зависимости от того, какой ты используешь к нему предлог, оно имеет просто разное значение. И это, конечно, ну, это завораживает в данном смысле. Да, да. Вот. Это просто фразовый глагол. А идиомы, это поможет тебе понять культуру. Потому что, ну, там, сыграть в ящик, да, что, типа, умереть, это, ну, как бы, это от слова гроб, да, то есть, ну, сыграть в ящик, понятно, почему в ящик. Вот. И это нам понимает, ну, как бы, нам помогает понять нашу культуру. Так же и у них, ну, я сейчас не могу, опять же, вспомнить ничего умнее, чем It's raining cats and dogs, что когда идет сильный ливень, то, ну, как бы, дождь из кошек и собак. Ну, да. И, опять же, там, ну, рассказывалось о том, что настолько дерьмовая была сливная система, там, то ли в Лондоне, то ли где-то, что тупо аж в эти сливные трубы кошки и собаки забивались. И именно, когда был сильный ливень, там их вымывали, ну, там какой-то бред реально был, но это, как бы, имеет смысл. И вот то, что ты понимаешь, когда говорят вот такие вот идиомы, это тебя очень выгодно отличает от тех людей, которые зазубрили past perfect continuous, но как бы им это вообще никак не поможет, когда они окажутся там, я не знаю, на каком-нибудь вечернем ужине в приемной семье, когда они политическое убежище нашли там. Абсолютно согласен. Я, опять же, сильно утрирую, но и тем не менее, это вот просто по моему опыту. Да, и плюс еще, причем есть третий, этот, столб, у нас столпы тут, мне кажется, третий столб, это как вот лишение девственности в прямом смысле, только лишение девственности в разговоре, то есть, чтобы ты мог разговорно себя чувствовать нормально, то есть, всегда, неважно, как бы ты знал английский, ты можешь в теории знать английский охрененно, но если ты не умеешь разговаривать, я думаю, ни для кого это не секрет, но просто надо сказать об этом, если, короче, ты, короче, вот именно не пробил этот барьер, именно не начал говорить, любое говно нести, абсолютно бессвязное, безвременное просто хрень, абсолютно, просто что действительно сегодня было с тобой происходило, то все, вообще на самом деле, как только ты Pass Simple узнал, я вот как только Pass Simple узнал вообще, что это такое, именно нормально, просто посмотрел на него, это оказалось очень легко, я просто стал все говорить в Pass Simple, на Изичах, и мне вообще ничего больше не надо было делать, то есть просто расскажешь, любой твой рассказ это Pass Simple, короче, там может быть какая-то прямая речь, плюс-минус, это про... У реальных американцев примерно так же, то есть у них Present Perfect еще иногда присутствует, а так-то у них как бы Pass Simple во время жизни. Вот, Pass Simple во время жизни абсолютно, и как только ты узнаешь, то все, ты можешь внутренне любому чуваку любое рассказать, вот, и главное здесь вот не стесняться именно и говорить, потому что реально вот, я думаю, что стеснение многих косит, и в том числе, допустим, я в Америке очень много с кем не говорил, хотя, наверное, мог бы, я понимал по собакам, но не мог ничего сказать, потому что не было вот этого, ну, никто, я никогда не общался по-английски нигде, тем более со мной чуваки, которые, в принципе, круто разговаривают по-английски, и я просто балдею, сижу, чуваки разговаривают, и надо прилагать усилия, чтобы с кем-то разговаривать, то есть мне как бы это, ну, не сильно требовалось, но вдруг, если вы опять же, как Денис Васильев, попадете в такую ситуацию, когда вам одному придется один на один остаться с англоговорящими чуваками, то вам придется прям вот так вот, вот так вот, что-то из себя выдавить. Ну, и я даже немножечко завидую Денису Васильеву, что он может это преодоление совершить, потому что, в общем и в целом, это большое дело, конечно, да. Ну да, согласен. Это реально прикольно. Это такой прям... Это расширяет кругозор, как минимум, все. Да, да, согласен абсолютно. Вот, что касается стимулов, то у меня был очень простой стимул, у меня двоюродная сестра, то есть дочка папиной сестры, вот, она училась в нормальной какой-то там гимназии, ну, короче говоря, в какой-то типа нормальной школе, где был достаточно сильный английский. И, ну, она делала какие-то определенные успехи, то есть ей языки в общем и в целом давались неплохо и как бы да. И она на полном серьезе там что-то там, какие-то сериалы смотрела, книжки там читала и так далее. И мне батя всегда говорит, вот видишь, Настя, да, что умеет, а ты типа вот так не умеешь, типа, ха, лох. Вот. И как бы времена, так сказать, прошли, Настя уже давно не до этого. Настя уже ничего не умеет, а ты уже. А я-то вот теперь не лох. Ну да. И поэтому, а батя все еще говорит, да что ты, ты английский у тебя что ли? Ты как бы, ну. Да слушай, мне кажется, ты не лох быстро стал. Ну то есть, что такое у вас достаточно, опять же, у нас в Челябинске, мы с тобой вот, опять же, о плюсах Челябинска. Да, продолжим. У нас есть, например, языковая школа, реально, в центре города, причем охрененная. Я думаю, что, несмотря на то, как мы с тобой любим говорить, что сейчас там пацаны с кепочками назад, так, я думаю, так есть, уровень преподавания там держится неплохой. Сто процентов, конечно. Несмотря на это. Вот. Именно, как у них просто, они держат всегда, они всегда держали марку гимназии, у них всегда было с этим хорошо. Вот. И, короче, несмотря на, я думаю, что к третьему классу, опять же, ты уже, ну, понимал вообще, о чем речь идет. Ну, опять же, у нас, как не трудно догадаться, есть еще одноклассники, которые в живых остались. Так вот, далеко не все, я тебе скажу, на том уровне владеют. Ну, Просто, опять же, из-за того, что я хотел, я просто брал, и, когда я смотрел первые сезоны еще элементы, даже, то есть это сравнительно недавно, там, я не знаю, может, 8 лет назад, 7 типа того, я на полном серьезе, я просто открываю английские субтитры, я включаю, я одну серию смотрю часа 2 или 2 с половиной. Почему? Потому что я просто ставлю на паузу, если только я что-то не знаю, я ставлю на паузу, я выписываю это слово в блокнот, и потом, после того, как серия закончилась, я выписал все слова в блокнот, я их реально заучиваю до того момента, что я сам это слово не могу использовать. Это легко сказать, у меня реально была база, то есть это я просто накидывал себе именно словарный запас, серверланс, чтобы знать, что такое, я просто это себе накидывал, и... Тем более, когда в таких сериалах, это же ты не просто балде... какой-то ситком смотришь, несмотря на то, что какая элемента, это скажешь. Но это в ситкомах тоже очень много идиом. Очень много терминологической темы, и там еще много британцев... Вот когда, короче, есть в сериале британцы, мне кажется, вообще, когда берут британских актеров, сам режиссер начинает и сценаристы, мне кажется, сценаристы начинают писать на британском, то есть ты начинаешь именно слова узнавать. Когда ты чисто американское дерьмо смотришь, оно более, мне кажется, американизировано, но вот условную игру престолов я не смотрел в оригинале, просто там все почему-то, все почему-то, я все еще не знаю, кстати, почему так сделали, но все британцы, не с хрена, актеры. Ну, может быть, какая-то студия, там не Paramount какой-нибудь, а какой-нибудь Оксфорд Кембридж-Чаунг. Ну, я там, там, правда, сплошные... Ну, возможно. Там, возможно, просто одни сорды и шилды. Вот. Но это не меняет. Я это узнал. Сорды и шилды я еще в Warcraft 2-ом узнал. Вот, да. Играл в мелкий. Кстати, тоже. Если бы я в 10-м классе не поехал в Германию, не учился там в немецкой школе, не говорил там тоже и на английском, и на русском, и не играл там первый раз на Офе в Warcraft, в World of Warcraft, а там, естественно, это было на английском. И мне пришлось тупо... Не на Оксфорд Кембриджо. Тогда не было русской версии. Русская версия появилась после Лич Кинга, то есть там типа в 10-м, в 11-м, что-то такое. И я на полном серьезе я по-английски там общался с людьми, искал группу там в подземелье, вот это все. И это тоже это тоже big deal. Это мне как бы отдало определенный какой-то толчок. Да слушай, любой... Я сейчас понимаю, что вообще любой, оказывается, экспириенс, где ты себя чуть-чуть заставил именно... Ну, давай про английский скажем. Где ты себя хоть чуть-чуть в английском заставил пару словечек, себя заставил просто вот их сейчас посмотреть, узнать, что это. Как оказывается, это потом, ну, играет большую роль, они, оказывается, внутри у тебя остаются где-то там на подкорке. Да, да. Вот. Только это и остается. Поэтому вы должны просто... И даже если это негативная, как у меня была причина учить язык, я благодарен, что она у меня была. Вот. И до сих пор есть. Потому что напоминаю, до сих пор, да что ты, ты знаешь, что ли, там, что-то это. Вот если бы ты работал в Америке, уехал бы, наконец-то, отсюда, там, вот тогда бы, да. Поэтому тут как бы батю невозможно угодить. И, может быть, я многому в жизни обязан тому, что ему невозможно угодить. Да. Ну да, он такой с претензией. Он как бы, да, то есть, надо попробовать еще сделать хорошо, так сказать. Да, да, да. Всегда есть, куда стремиться, короче. Стопудово, да. Ну, слушай, я надеюсь, Денис Васильев прям, он сидел сейчас со спущенными штанами и был доволен тем, что мы на это все отвечаем, потому что... Да, я очень надеюсь, что у нас наверняка у многих про это есть что сказать. Тем более, что это будет общедоступный подкаст. Да, это сегодня спешит. Вообще, когда заходит речь про английский, все начинают встрепеванноваться. У всех начинает какое-то возбуждение. Excited они начинают быть. И вот интересно, их excited вообще что как... Ну, это в нашей, по крайней мере. Понятно, что если бы мы сейчас у нас подкасты, мы сейчас про завод, возможно, про английский doesn't ring a bell у всех было. Да. Но из-за того, что... Вот из-за того, что мы здесь все типа должны знать это, у всех, короче, будет какое-то мнение. Интересно почитать, послушать вместо с Денисом Васильевым и вообще со всеми чуваками. Пишите, кто шарит. У нас кто-то живет за границей, например, как банан. Я думаю, что у него английский на уровне, на хорошем. У него даже словацкий на уровне. Кто-то еще. Что говорить-то? А английский, это же и словацкий. Это одна группа языковых. Это одна же группа? Ты не понимаешь сначала. Уже сразу, ну... Вот. Поэтому давайте, чуваки, пишите. Интересно. Интересно про ваши. Может быть, кто-то про свои курсы расскажет, про свои репетиторы. Может быть, кто-то расскажет, как бросил, как начал. Это здесь как с сигаретами. У нас клуб здесь практически по анонимных англичан. Ну, в общем, да. Дело в том, что побольше бы нам таких хороших вопросов. И не только от Дениса Васильева. Это, кстати, Денис Васильев, он даже это в личку на Патреоне написал. Или даже не в личку. Там есть такая тема, как стена. Дуров, верни стену. То есть он зашел к нам на Патреон. Куда никто не зайдет еще больше, чем в личку. Согласен. Но, слава богу, уведомления, в отличие от Соловьевского эфира на Ютьюбе, уведомления приходят. Поэтому мы видели этот вопрос. И мы сразу же практически на него отвечаем. Это был буквально позавчера или когда-то пришел этот вопрос. То есть мы, в принципе, даже... Да. Я понимаю, что подкаст выйдет через год. Особенно если мы сейчас выпустим быстро. Ну да, вот. Тут непонятно, когда мы выпустим. Мы с Никитой, да, обсудили. Так уже рассказывать, как будто это не здесь было под деменцией. Слушай, мы за кадром там обсудили, хотя это пять минут назад было. Да, и мы выпустим так, чтобы это не сильно протухло. Постараемся, по крайней мере. Будет круто. Вот. Дальше у нас спрашивают... А, у нас спрашивают. Дальше я заготовил историю про Delivery Club. Вот это мне интересно. Мне интересно, потому что я, несмотря на то, что сейчас коренавирус, я и до этого заказывал еду. Вот. И мне интересно, послушать вообще про заказывание еды. Тем более, это требует так же один IQ, как и про кино, поэтому я очень, мне интересно. Смешно, да? Возможно, даже меньше, чем. Хотя обычно еду заказывают как раз под кино, поэтому, в принципе, да, это что-то, что... Ну, оно связано, вещи согласен. Кстати, в моем случае как раз под кино мы и заказывали, только я не помню уже под какое. А, нет, вспомню, под доктора Дулитла. Невероятное приключение Дулитла, вот эта вот новая картина с Дауни-младшим. Под Чокнутого профиля. Да, 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 да. Так вот, кстати, про него тоже можно будет сказать. Ну, там, в принципе, либо хорошо, либо никак, поэтому, да, я поэтому скажу хорошо, тем более, что я восьмерочку поставил. Блин. Я считаю, нам нужен подкаст про фильм. Ладно, этот подкаст и будет чуть-чуть про фильм. Да, да. Я уже готов. Это правда. Главное, не уснуть к этому. Так вот, ты что, мы же сегодня рано начали. Мы рано. Я открою балкон. Я просто все закрыл, потому что мне ножки надуло, но сейчас мне так жарко, что я сейчас сдохну, поэтому сек. Я тут постучу. Да, я тут. Да, я тоже тут. Да, да. Так, сейчас я спрошу, сколько обычно люди на бенчах сидят. Согласен. А, у тебя серьезный вопрос там, оказывается. Да просто тут я на самом деле выслуживаюсь. И выслуживаться тоже рад. Ну, ладно. Даже присмокаться еще. Да, да, да. Я надеюсь, меня никто не слушает из наших директоров. Вот, но я специально узнаю. Так нет, это же хорошо. Я считаю, я бы наоборот держал бы такие вещи. Короче, мне очень важно. Я не хочу сидеть без работы, это плохо. Все классно. Вива и юстех. А, ты забыл, что ли? Да, слушай, я тебе говорю, вот серьезно, если бы я был работодателем, я бы балдел от того, что люди, ну, хотят понравиться и хотят... Не то чтобы набить себе цену, а это значит, что чуваки могут. Понимаешь? Когда ты такой дерзкий, ты можешь. Так еще бы. Я, в общем-то, я такой, я зубастый, я готов работать, в общем и в целом. Что ты делаешь? Так что да. Да-да-да. То есть, тебе только дай, ты перекусишь, реально шпал. Смешно, да. Поэтому... Я, между прочим, открыл две на микропроветривание штучки и снял рубашку. Угу. Фух, так что хорошо будет. Так вот, про Delivery Club. Я, значит, сижу и понимаю, что в Яндекс.Еде, во-первых, 150 доставка, во-вторых, я бы что-то просто где-то видал, слыхал, что у Delivery Club за первый заказ есть промокоды и, в принципе, там больше всяких акций, чем у Яндекса. Я так думаю, ну окей. Поставил там, посмотрел. Там действительно есть разные акции, то есть там, в том числе, там, какие-то бургерки или KFC-шные акции. Типа, только сегодня, только у нас в Delivery Club на KFC там 30%. Вот. Ну, типа, какие-то такие. KFC я, конечно, не заказывал в тот день, я заказывал в Макдональдс, но неважно. Суть в том, что 25% на первый заказ меня вполне устроило. Я такой думаю, ну прикольно, почему бы и нет. Как раз это даже больше составило, у меня заказ был рублей на 800, наверное, типа того, и это 25% даже больше, чем 150 рублей за доставку было. То есть, в принципе, я как бы даже, типа, я бесплатно это получил еще. когда получил. Так вот, время 8 где-то вечера. Ну, все, я, ну, нормально делаю заказ, все окей. И мне хоп, и Delivery Club на приложение фигак, и пишет сразу же, вот, ну, я сделал заказ, и где-то минуты через две он мне написал, типа, мы опоздаем, короче говоря. Позвоните курьеру и уточните, типа, что, кого, когда. Я такой думаю, ну, опоздают. А там ориентировочно, не, я солгал, время не 8, время 8.40, вот так. И там написано ориентировочно в 9.20, 9.30. Я такой думаю, ну, в принципе, в принципе, 40-45 минут, как бы, я нормально вообще. Ну, почему бы и нет? Тут, в принципе, если пешком идти от меня до Мака, это где-то как раз там минут 25, если не обосраться. Вот. Ну, и там пока то, пока сё, думаю, ну, 40-45 вообще приемлемо, как бы, ну, норм. Всё, звоню, узнаю, ну, и думаю, она мне сейчас скажет, она, забегая вперёд, это дама была, думаю, ну, меня сейчас скажут, что там, чувак, сейчас, секунду там, скоро будем. Я звоню, и она мне говорит, блин, тут это, я ещё только предыдущий заказ несу, и туда-сюда. Ну, потом я, короче, говорит, до Мака доеду, и нормально уже будет, буду забирать. Я говорю, в смысле, я говорю, вы на велосипеде или чё? Я на машине, но она не моя, там, чё-то это. Это очень важная информация для тебя, как для клиента. Ну, да, ну, окей, не твоя машина, не ваша. Ну, сейчас я уже отдаю, вот сейчас я буду скоро отдавать заказ, и потом поеду в Мак. Я говорю, ну, окей, чё, ладно. Сижу, время, ну, где-то 9.20, 9.30, а в приложении так и написано, мы опоздаем, ориентировочно, в 9.20. Я пишу в чат, именно в чат, в чат с Delivery Club, типа, чуваки, вы там чё, как вы вообще сами? Вот, и она такая, сейчас, типа, я уточню. И она, естественно, тоже звонит курьеру, вот, ну, потому что, ну, как бы, а как она это ещё сделает? У них же тоже там, хотя, может, у них там пилингуется как-то, но видно, что она не в Маке, как бы, и, видимо, надо уточнить. Вот, и она мне говорит, ну, да, как бы, курьер ещё не в ресторане, вот, но она там, типа, вскоре будет, мы супер, там, извиняемся, до свидос. Я такой думаю, угу, ну, окей, вы как бы супер извиняетесь, кайф, но вот, как бы, ну, я пишу, это, типа, здорово, а мне-то чё? Ну, мы приносим. Я понимаю, что, как бы, ну, в любом говне уже сейчас, если, ну, какие-то такие косяки, то они начинают всякие бонусы, баллы давать, там, и так далее. Ну, банально, я на Азоне заказывал бутылку оливкового масла, её тупо разбили, вот, и всё, и отменили заказ. Ну, типа, закажите заново. И я бы с удовольствием заказал заново, если бы у них не было сейчас на время карантина, что минимальный заказ тысяча рублей. А вот, а я её, как бы, там, заказал с кофем, а кофе-то дошёл, как бы, а, и мне вот только, получается, нужно одно масло от них, и чтобы мне его получить, мне надо что-то ещё к нему опять заказать. Я говорю, вы чё... Мне кажется, это какая-то у них как бы акция. Вот я и говорю, это говно какое-то. Ну, типа, ладно, мы вам за беспокойство 300 баллов накинем, типа, вот на эти 300 баллов, можете что-то ещё. А там ещё я от имени Алины с ней разговариваю, а там тоже женщина, типа, вот мы же, девушки, всегда знаем, что взять в дом. Я такой, ну да, конечно, да, что-нибудь я возьму там, подумаю. То есть я ещё отыграл Алину. Смешно. Ну и, короче говоря, там накинули бонусных баллов. Всё. Я как бы, ну, не сильно расстроился. Окей, ну, бывает. Реально, они тупо разбили бутылку, пока везли из Екатеринбурга. Вот. Ну, окей, всё. Масло, кстати, я в итоге не там заказал, а просто в магазине купил, а эти баллы там, что-то другое мы потратили. Но неважно. В Delivery Club мы просто, ну, мы приносим извинения. Практически, ну, расстреляете меня по какому-то старому анекдоту, что, типа, ну, ну, и что я теперь сделаю? Вот в таком духе. Я такой думаю, ну, ладно, как бы, ну, про себя думаю, ну, ну, карантин, ну, ну, То есть, я, я, в общем, понимаю, как бы, в чём проблема, что, ну, сейчас там много заказов, мало курьеров, никто не захотел выходить, не то, чтобы им там, наверное, в три раза повысили зарплату, это вряд ли, как бы, ну, я такой, ну, ладно, зданием, 9.20 приедем, короче говоря, я такой думаю, как так-то вообще, ну, звоню ещё раз курьеру, она говорит, да тут вот предыдущий клиент не приезжает никак, мне надо отдать ему заказ, ну, всё, я сейчас уже буду ему отдавать заказ, короче говоря, и поеду в Мак, и то есть, ну, ты понимаешь, да, то есть прошло 40 минут, а история та же, я про себя думаю, что за бред, как так вообще, ну, то есть, я не понимаю, верить в меня или не верить, я говорю, а я говорю, самое главное, жрать охоту, ну, согласен, да, дули толстынет, вот, и я говорю, ну, ты можешь мне смс-ку хотя бы написать, когда в Маке уже будешь, чтобы я хотя бы, ну, как-то ориентировался, чтобы мне... Ты уже на ты перешел. Да, да, я именно уже перешел на ты, я именно на этот, у меня уже просто пукан так горел, что я уже хоть, я бы даже твоему старику, который на английский пришел, я бы с нему тоже на ты уже перешел, потому что, ну, невозможно, вот, она говорит, ладно, да, типа, я отправлю туда-сюда, и все, но, говорит, у вас в приложении тоже покажется, то есть она понимает, видимо, то есть это уже понятный экспириенс, когда именно опаздывают, что там не пишет сначала времени, а потом пишет все-таки, вот, и все, ну, мне где-то минут через, еще минут через 10, может быть, 12, приходит смс-ка, я в Маке, и все, там написано, мы начали готовить там заказ туда-сюда, я такой думаю, ну, все, это сейчас быстро, там на табло сейчас загорится и так далее, и потом я понимаю, когда уже 10 минут готовится заказ, я понимаю, что там очередь из вот этих людей, которые у МакЭкспресса стоят, и там именно, ну, вспомни, как там открывают окошечко, у тебя принимают заказ, закрывают, и потом тебе, ну, открывают и начинают заказ, номер там говно, номер дерьмо, и там, типа, может так быть, что ты пришел, первый заказал, а из-за того, что у тебя там шримп ролл, да, в моем случае, то его готовят дольше, чем 15 гамбургеров, которые уже после меня заказали, а вот, и из-за этого я, ну, как бы мне уже не терпеть, мне опять кажется, что приложение тупит, а я пишу опять уже смс-ку, а что, ну, готовят, что ли, все еще? Он говорит, да, у меня уже начинает глаз, как бы, дергаться, и все такое, я думаю, блин, ну, 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 уже, ну, все, я уже вот впоролся в это, уже, как бы, все, надо. Уже надо бить. Да, уже надо тупо получить еду и есть, как бы, ну, понимать просто, что я словил экспириенс, потом в пришел с липшимся расскажу. Я уже тогда понимал, что будет, потому что я специально, да, я тебе не писал даже это в чате, не рассказывал эту историю, чтобы не расплескать, потому что я, ну, чтобы не охали-ахали, короче говоря. Все, и, ну, потом написано, что все, курьер в пути, она мне пишет, типа, все, я забрала, еду, и где-то реально, ну, тут от Мака, опять же, пешком-то 25 минут, а на машине-то, да, без, по карантинному Челябинску, реально минуты 3 там ехать. Если она реально минут через 5 уже звонит, мне напомнение, в домофон, мне напоминает, не работает лифт, и я такой думаю, ну, блин, ладно, надо как бы понимать, что лифт не работает туда-сюда, спущусь как бы навстречу. Я, ну, я уже одетый был, я, в принципе, понимал, ну, в смысле, одетый просто в, не в исподнем хотя бы, вот, в рубашке, там, в футболке, надеваю тапки, ну, такие подъездные тапки, спускаюсь, короче говоря, и где-то в районе... Специальные подъездные тапки. Да, да, у меня специальные для подъезда есть тапки, чтобы не сковывало ничего движения, чтобы неудобно было ходить. Все, я именно спускаюсь, и, ну, как бы встречаюсь в районе седьмого этажа, она просто тупо через одну ступеньку поднимается, и я просто вижу, что она со мной стоит, и у нее, ну, как бы она не выплюнула легкие, то есть, видимо, еще она, я не знаю, ей с виду лет 15, наверное, было, вот, то есть, видимо, еще легкие могут, и сердце тоже может, вот, и я смотрю, и у нее еще этот, какой-то то ли бумажный, то ли пластмассовый меч в этом чемоданчике ее квадратном, я говорю, ты говорю, что за бред? Она такая, это так от Яндекса, типа, отбиваться, и ржет. Ну, все, она отдала именно как надо, там, бесконтактно, что там, поставила на сумку, отошла, там, вот это все, вот. Ты, правда, ее встретил сам? Ну, да, но она... Всеми вирусами сразу заразил? Нет, ну, я же встретил, ну, на таком этапе, который, что я ее увидел, что она, ну, на этаж ниже остановился, она тоже увидела, что это я остановилась, вынесла, отбежала, там, и так далее. Все по технологии было сделано. Вот, ну, короче говоря, говна-то я знатного поел, это я уже прошел. Ну, вот такой был экспириенс, но я, как бы, я, опять же, не... Я сам про себя не подумал, что это, ну, как бы, беда Delivery Club, а просто, ну, вот, беда ситуации, потому что реально, типа, до меня попался какой-то козел, который не получал, там, 40 минут, час свой заказ, а, опять же, ну, он уже, как бы, взят, принесен, и куда его деть? То есть, ну, как бы, я могу понимать, почему это так, но вот, тем не менее, такой... И знаешь, вроде я, как бы, не в обиде на Delivery Club, а в следующий раз уже как-то хочется Яндексом все-таки заказать, и не это. И посмотреть, как они, что они сделают, да? Это, кстати, спорно, потому что в Яндексе может быть еще и больше, хотя хрен знает, больше очереди, всего и так далее. Но там может быть больше курьеров. Тут ты не угадаешь. ну, да, это тупо проверять. Опять же, я просто еще достаточно редко это делаю, я не могу сказать, что я каждый день заказываю еду, я действительно редкочу в этих делах, и то, что я еще вот так попал, именно попал, это, конечно, да, это мне... Ладно бы я это каждый день делал, это был бы, типа, один из ста заказов, которые так обосрались. Ну, просто, да, да, обычно, типа, ну, бывает, бывает. А так, раз в год заказал, и раз в год, блин, ожидал три часа. Ну, вот, да, да. Я просто что люблю из-за этого заказывать отдельно, то есть, я специально через Delivery, на самом деле, через Delivery Club там нет в основном тех, каких-нибудь суши, например, которые я заказываю, они давно уже свое наладили. И вот, когда ты в таком заказываешь суши, в отдельной хрени, то они без Delivery Club идеально доставляют, очень классно, быстро, круто. Собственные доставки лучше, как правило, работают, потому что там именно, они могут просто уволить этого человека, который обосрался, и все. То есть, там нету пятнадцатых рук, и там ресторан непосредственно, ну, как бы ответственен за то, что приедет именно его курьер, и приедет нормально там, и так далее. Да, да, поэтому это классно, а вот, а Delivery Club, ну, блин, ну, да, мне, я напоминаю, чувак доставил просто в руки. Я понимаю, что я не отметил бесконтактную доставку, но чувак именно без маски в руки мне просто пакет отдал. Именно, он настолько близко ко мне подошел, что там не было вообще речи, мне кажется, о том, что, ну, что я просто проверял его на здоровость в этот момент, мне кажется. Вот. Он еще именно очень лихо из пятнарика вышел, и с моей едой, короче, хрен знает. Это тоже было в Delivery Club, то есть в Delivery Club случается многое, но у меня и с Яндексом было, что чувак ошибся домом, и приехал куда-то на Энгельса в начало Энгельса, вот, а не важно, я не на Энгельса, короче, далеко, далеко уехал, и реально, я говорю, что это, я стою тут, вышел в трусах опять же его встречать, а он там опять же на велосипеде поклассив, ну, в общем, разные чуваки бывают, да, да, блин, что бы еще такое, интересная тема, но про нее так много не поговоришь, ну, типа доставка и доставка, у меня просто именно каких-то курьезных, таких сильно курьезных не случалось, вот прям, чтобы, не знаю, вышел, а там тебе насрали на заказ. Что-то как-то смешно, вроде рядовая ситуация, а что-то заржало. Обычная ситуация. Ну, подожди, смотри, я могу так сказать, что я вот так мониторил, и есть уникальные всякие вещи, например, Vesta пицца есть только в Яндексе, в Delivery Club ее нет, и у нее еще, у них еще и свои, есть своя доставка. Лучше уж свои, мне кажется, мне кажется, лучше уж свои доставки. Я просто всегда заказываю свои, тупо из-за того, чтобы их поддержать. Разумеется, они на своей доставке, во-первых, из-за доставку заработают, и мне кажется, они не будут платить там какую-то треть Яндексу там и так далее. Ну, короче, я тоже, всегда, когда есть свои, я заказываю свою, и не из-за того, что она будет лучше по сервису, а тупо, чтобы поддержать заведение, и все. Согласен, согласен. Вот. Но я повторюсь, есть какие-то уникальные, и там, опять же, в Delivery Club есть промокод, который там, типа, локальные рестораны, что, типа, если есть какие-то локальные рестораны, то на них там еще 20%, и ты открываешь, и по какому параметру это локальные рестораны, ну, там всякие грузинские там и так далее, что локального в грузинских лавках именно в Челябинске, или там в моем районе, бред какой-то, я не понял, какого хрена. Ну, окей, локальные и локальные. У нас, кстати, сегодня, я заметил, я просто вижу следующую тему, у нас сегодня мы сервисы. Ну да, да, но мы, в принципе, всегда с тобой сервисы. Мы, кстати, да, мы скатились до того, что мы всегда сервисы. Потому что все уже, как бы все равно Советский Союз настал. Life is a service. Да, уже приходится обсуждать, что есть. Вообще, есть как бы самый главный сервис, это Patreon, и есть patreon.com slash youwebdesign, где вы можете услышать больше таких выпусков, в которых мы обсуждаем сервисы разные. Например, неделю назад обсуждали такой сервис, как кинопаб, на котором можно смотреть сериальчики. Блин, реально, это неделю назад было, а выйдет, когда, я не знаю, уже все на кинопабе будут сидеть и такие, да, типа, чувак, камон, уже кинопаб пожертвовал там какие-нибудь маски там на борьбе с коронавирусом там и так далее, уже все про него знают, а мы только еще тогда про него скажем. Да, это смешно, конечно. Ну, вот, вот такие дела. Следующая у нас от тебя история, тоже про сервис. От меня. От меня история про Яндекс.Такси. Курьезнее этой истории надо еще поискать, честно скажу. Это было прям кайф вообще. Она изначально была достаточно банальной, то есть изначально как было, я сплю, просыпаюсь с утра, смотрю у меня в 5 утра, ключевое, в 5 утра, в 5.45, что-то такое, но в такое время я никак не мог, даже если бы я лунатил каким-то образом ехать по тому маршруту, который, как оказалось, мне прислали такси за то, что мне сняли, тупо сняли бабки, что я ехал в 5 утра где-то, хотя я спал дома точно 100%, 100% я спал дома. Вот. И, короче, я такой думаю, это, мне кажется, что-то уже все. Я, естественно, в шапочке из фольги думаю, какого хрена? Вы чё? И пошёл, я ещё по детям, немножко не по программистам, точнее, я думал, я больше думал по программистам про них, чем они сами сделали. Короче, в Яндекс.Тексик, когда жалуешься на чё-нибудь, можно жаловаться прямо с заказа конкретного. И я думал, что когда жалуешься с конкретного заказа, им улетает сразу, естественно, ягишник заказа, время заказа, вообще заказ улетает. К какому, типа, прислали? Но судя по тому, что у меня в техподдержке спрашивали, такое чувство, что нет, так не было, потому что они такие, а что за заказ, какой заказ вас смутил? Я именно конкретному заказу написал, какого хрена у меня, типа, снимают бабло и так далее. Вот, вроде видовая ситуация, ничего не предвещает сатиры и юмора. Но ты скажи, что у тебя хотя бы есть, как бы, потенциальная брешь, что семейный аккаунт. У меня, да, у меня есть семейный аккаунт, то есть я прикрепил карточку, плюс у меня еще типа семейный аккаунт, то есть несколько приложений могут использовать как бы мою карточку, просто дергать оттуда бабки, где именно я разрешил, разумеется. То есть это подтверждение у меня было всегда, то есть мне смс-ка приходила, подтверждал, что да, вот этот девайс, там, семейный аккаунт. Окей, вроде как есть брешь. Я на нее начал думать, потому что, когда у меня сняли бабки, там было написано семейный аккаунт, без приколов. Я такой, блин. Но опять же, тот, кто был по семейному аккаунту, он со мной лежал вместе в 5 утра, в 5.45. И тоже не могло быть, как бы, то есть странно. Соответственно, окей. Я пишу, все, значит, жалуюсь, что у меня денежки сняли, открепляю все аккаунты, все карточки там и так далее. Чтобы вообще, я, ну, начинаю бояться, что Яндекс.Такси приложение реально у меня взломано. И реально что-то плохое происходит. Я начинаю долго с ними переписываться, они очень долго начинают думать, что произошло, и не могут никак подумать. И потом я просто с дуру чувакам рассказываю, говорю, блин, чуваки тут сняли недавно. Ты причем расскажешь, типа, через 2 дня? Да, я такой, типа, вообще, я даже не думал, у меня даже вообще никак не пролетело в мозгу. Типа, а что это за хрень? Я говорю, чуваки сняли бабки. И Саня такой говорит, так это у меня батя. Нет, так просто ты подожди, ты скидываешь маршрут, и там говорит, Саня, как будто ты ехал с твоего, с братьев Кошерин, на которые я не живу уже, но это не. Я в этот момент начинаю что-то понимать. Вот реально, когда я сказал, когда я зарофлил, говорю, это вроде как будто ты едешь, как будто ты со старой, со своей старой квартиры едешь. Да. У меня на самом деле за день до этого, точнее в тот же день утром, у меня мой аккаунт блокирует, Яндексовский. И я тоже об этом чувакам пишу, и возможно именно я и простимулировал эту историю, что типа, ну я это рассказал, и ты мне тоже рассказал про вот эту Яндекс.Такси, вот эту всю тему. Ну да, я начал подозревать, что что-то с Яндексом, именно просто, я подумал, что в Яндексе, да, дрявые чуваки, что баги, да. Я такой, а, чё, всё, короче. Я подумал, я потом подумал, что это реально баг, то есть когда ещё я не знал всей комичности ситуации, я подумал, что баг, и думаю, ну блин, просто чувак случайно заюзал. То есть я подумал, скорее даже не столько взломали, сколько просто случайно какой-то там айдишник на айдишник зашёл, разум за разум, и чувак, ну случайно вызвал по моему семейному аккаунту каким-то образом. Мало ли. Вот. Ну всякое бывает, просто мы-то знаем, говна от этого всегда. Понимаем. Вот. А в итоге получается, что скидываю Сане, значит, маршрут, по которому было ехать, и мы понимаем, что реально в 5.45 каждый божий день батя Саня ездит на работу по этому маршруту. Да, и он именно сейчас, пока карантин, он ездит на такси, потому что та маршрутка, на которой они всегда ездят, она сейчас не ездит. Ну да, да и просто безопаснее, как мне кажется. Ну да, да, согласен. Да, согласен. И мы начинаем это понимать и начинаем подозревать и именно, что какая ситуация происходит. Оказывается, оказывается, вот это, я считаю, баг. Вот это все-таки баг. Я думаю, что это можно в баге записать. Вряд ли это не наш затуп, вообще никак не наш затуп. Оказывается, что у бати Сани в приложении подключен наш аккаунт, наш Сани аккаунт, как бы дружественный аккаунт на Яндексе, который мы использовали еще, чтобы деньги зарабатывали в 2016 году. это был наш аккаунт, который мы просто тупо у нас Яндекс-вебмастера на нем были там и так далее, когда мы сайтики делали. Но я его сейчас использую просто как Яндекс-аккаунт. То есть я, ну, чтобы еще что-то самому там Яндекс создавать. Ну просто ты не создал для себя сюда, а ты используешь этот. И батя тоже использует этот. И в этом аккаунте я числюсь практически как один из поручителей. И один из ковнеров, типа, и там именно твой номер телефона и все такое. Я числюсь как один из доп номеров мобильных просто всего лишь. Всего лишь доп телефон у меня указан там в информации к этому Яндекс-аккаунту. Да. Вот есть такая история, вот есть Яндекс-аккаунт, Яндекс-почта, значит, мы его используем, в том числе мы для монтирования подкастов используем, и там просто указан мой номер телефона в дополнительных номерах. И оказывается, когда батя вызывался со своего приложения такси, и у него было залогено в этот аккаунт, каким-то супер-бажеским образом как-то так забажило, что он, как бы вот, эта вот покупка была совершена с помощью моего семейного аккаунта, потому что он как бы тоже к телефону привязан. Да, потом я батю уже спросил, и он сказал, что у него даже в тот момент именно настолько забажило, что ему пришлось переустановить прил, то есть у него даже именно... Вот, то есть все-таки забажило. Да-да-да, это все-таки забажило. Мне, ну, спойлер, мне вернули эти там 65 рублей, по которым батя проехал, но я считаю, вот я с этого момента считаю, что Яндекс не вникает, и мне это показалось вообще, мне супер, не то чтобы не понравилось, но это, короче, было вообще антисервис, я считаю, вот то, что мне они ответили. Короче, я вот написал им всю ситуацию, и как делает Яндекс? То есть Никита, в принципе, он весь ресерч для них провел, который они должны были там смотреть, пытаться по листам. Я полностью весь ресерч, они в этот момент тупили, просто тупили, и говорили, завтра мы подумаем, мы думаем, по идее, по базам данных, это на изичах, я считаю, все связывается, и хоп-хоп-хоп, и я понимаю, что нам сейчас легко говорить, но тем не менее, это наверняка видно по баскам там, каким-то образом, можно это увидеть, но они мне ни слова про это не сказали, ни про аккаунт, не сказали, что они блокировали наш тот почтовый, ничего, что вот типа было, что мы там что-то, ну да, ничего, короче, не было мне сказано, они занимаются. Ты к нему не имеешь отношения, поэтому что тебе об этом говорить, потому что там как-то так странно. Ну, согласен, с одной стороны согласен, вроде как да, но, короче, в чем суть? Суть в том, что они мне как ответили, вернули мне 65 рублей, я написал огромное длинное сообщение, просто расследование, и самая ключевая фраза, я знал, что нужно написать ключевую фразу, просто чтобы это не было, знаешь, сочинением на тему. Я написал последнее предложение, предложение, что я считаю, что в вашем сервисе, в вашей системе есть ошибка какая-то, потому что реально ошибка есть, но была она, ну типа это никак, короче, не было тупника, то есть никто, типа не было так, моя карточка никак не фигурирует в том аккаунте, через который бати заказывают, эти бабки никак не связаны, это реально баг, причем я считаю, что этот баг надо чинить, возможно, если они так отреагировали, я подозреваю, что как будто они не хотят признавать, что это баг, не хотят чинить, или что-то вот такое, они его типа потом постфактум починят, как бы, они просто не хотели тебе баг баунти платить за это, может быть, да тебе и насрать, тебе бы достаточно было отношения нормального, ну типа, мне достаточно, чтобы они мне написали просто, что типа, чувак, мы нашли там брешь условно, или думаем, что будем разбираться, типа, да, круть, все, вот тебе 65 рублей обратно, но такое больше не повторится, все, можешь прикреплять обратно карточку и также нам деньги платить, продолжать. Ну, кстати, да, так-то это потенциальное же дерьмо, что ты разуверишься в их сервисах, а вдруг там в следующий раз не батя проедет, а кто-нибудь в Сочи. Ну, они мне пишут, вот вам 60, да, вот вам 65 рубасов обратно, окей, и дальше, видимо, из-за того, что там длинное сообщение, такое чувство, что они не читали, они читали между строк по диагонали, и вообще, я понял, с Яндексом так работает, когда большое сообщение пишешь в поддержку, они его не читают, а просто тебе бабки возвращают и дают еще бонусом там 100 рублей. Ну, как я ожидал от Delivery Club, но там не сработало. Да, мне, кстати, бонусом ничего не дали, то есть, они видят просто, что у чувака жопа пригорела, раз он длинное сообщение написал, он заморочился, скорее всего, действительно проблема, но нет смысла с этим сейчас париться, вот тебе там бонусы, это им просто для этого. И вот, короче, они так и сделали, они практически так и сделали, только они мне кинули эти 65 рублей обратно, как Костя, и написали, короче, просто сообщение, рекомендуем вам обратиться резко, вот прям сейчас подорваться и в правоохранительные органы обратиться. Вот да, он только что написал, батя, друга, друг, туда же правоохранительные органы. Ну, типа, для них, может быть, я понимаю, что для них, может быть, это ничего не значит, ну, мало ли, как я там, типа, говорю, там, может быть, для меня все друзья в этом мире, там, и так далее. Но, несмотря на это, даже если так, даже если все друзья для меня в этом мире, обратитесь в органы, после того, как мое последнее предложение у вас в системе ошибка, и я там все расписал именно, как, что происходило. А как вас создать баг? Написал практически. Да, я практически как повторить в натуре. Ну, осталось только тикет джиру поставить. То есть, ну, реально. Ну, короче, блин, это какой-то прикол. То есть, правоохранительные органы, ну, блядь, давай сейчас обращусь. Скажу, в Яндексе ошибка, чуваки. Именно обратиться, да, чтобы они не хотят исправлять ошибку. Да, они не хотят чинить. Вот именно, ну, да. То есть, мне, то есть, не то, что, мне похрен, на самом деле, золотая это или нет. Может быть, у меня никогда это не повторится, и никогда не пересекутся больше наши аккаунты с батей. Вот. И все нормально будет, и все классно, и больше никогда не снимется, и я не буду париться. Но просто, чуваки, ответьте нормально, типа, мы исследуем, там, хотя бы просто, даже мы пока не поняли, но будем смотреть. Да, да, типа, это не наш приоритет, но мы когда-нибудь там посмотрим, и будет норм. Да, да, да. Да, то есть, такое у нас никогда не бывало, это первый раз, и вот это, типа, такое вот стечение обстоятельств, ну, вот так ответьте про правоохранительные органы, это значит, что люди не читали как будто мое сообщение вообще. Да, да, да. А просто ответили, Ctrl-C, Ctrl-V из какой-то своей, типа, у них там есть скрипт? Да, 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 да. И если по скрипту чувак пишет друг, отец друга, то надо скидывать правоохранительные органы. Вот, короче, вот такая. Ну, типа, это как-то вообще прям плохо. Вот это мне не понравилось. А в целом, вот, история достаточно забавная. Да, короче, как это пересеклось? Хорошо, что я тебе написал. Ну, да, кстати. Потому что иначе они бы до сих пор могли морозиться и реально не читать. Они морозили бы и не поняли бы, в чем прикол вообще. И самое главное, я бы не понял, в чем прикол. Да, так хотя бы понятно, что ну, ладно, не взломали, а просто ну, тупняк. То есть это как бы такой тупняк, который все равно от нас зависит. Не от того, что у тебя там где-то там чуваки, как в фильмах в начале двухтысячных, в конце девяностых с ноутбуком около машины посидели, когда ты ее разблокировал. И сделали себе, что они теперь тоже могут твою машину разблокировать, как бы, и все. Да. Это хотя бы не так. Вот, да. То есть они, не то, что там карточку, знаешь, как это вот это вот как-то карточки воруют. Ну, да, да. То есть то, что это произошло, а просто тупняк. Знаешь, как вот обычно мы там подставляем, что, каломен, все, карточка наша. Да, да, да. То есть если что, я даже при условии, если так произойдет еще десять раз, я каждый раз могу просто тебе писать, а батя мне будет скидывать эти шестьдесят пять рублей. Вот именно. Да. То есть для меня это вообще доступно. Потому что батя был готов скинуть, но ты все равно сказал, что, во-первых, Яндекс вернет, как бы, и да. Но он, в принципе, был готов. Конечно, конечно. Да, если что, я бы с него стрел. Я просто знал, что они вернут. Тем более, что у меня расследование на руках было. То есть это не вернуть, это был бы рофл. Но вот правоохранительный орган — это прикол. Я не знаю, другим людям так отвечают или нет, но, блин, я даже не использовал даже никаких слов там, что кто-то у меня украл там. У меня так было поставлено, что это практически репорт. Ты же просто репортишь, бак в их интересах. Даже не то, что ты тут качаешь права, а, типа, чуваки, у вас бак. Вот именно. Да, типа, блин, ну это, конечно, прикол вообще. Просто прикол. Ну, может быть, кто-то из овнеров Яндекса нас сейчас слушает и скажет, так, стоп, 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 ну кто на смене был в тот момент, как бы, и все, да. Причем там именно два чувака. Васька был на смене или кто? Эльмакс. А, да, да, их потому что их два, и они не читают. Они-то какая видят, большой сообщение. О, тут что-то много. Не, все, вы обратитесь в мой выходитель в Орган. Ну, да, возможно, так это и было. Но, короче говоря, мы сегодня сервисы. Что еще у тебя есть? А, фильмы у тебя есть. Интерстеллар, да, да, да. Попробуем. Но как заводочку к Интерстеллару расскажу про Дулитла. Это не ремейк, это, как бы тебе сказать. Это ремастер. Это даже и не ремастер. Это реально вариации на тему Дулитла. Ну, то есть это про викториаловскую эпоху. Это именно просто про прошлое, практически про средневековье. То есть там в цилиндрах все еще ходят, и на лошадях ездят, и на кораблях с парусниками. Типа. Вот. И там именно сюжет в том, что есть Дауни-младший, это доктор Дулитл. И он, как обычно, умеет разговаривать с животными, вся фигня, но он именно, он просто тупо ультимейт-врач. Он, как бы, и животных может лечить, и людей, и так далее. И он, как бы, дохрена был популярным врачом по этому, как его, ну, короче, его знали именно как героя, и он лечил там королеву, был на хорошем счету, и так далее. То есть он суперзвезда был, и как бы все норм. Вот. Но потом в какой-то момент у него именно жена, она была обсессed с тем, чтобы найти, короче говоря, остров с райским деревом. Ну, и, короче, она в кораблекрушении погибла, он горевал, и он зарёкся, типа, всё, никогда не будем лечить людей, говно, что, типа, люди говно, и так далее. Ну, там она поехала за этим райским плодом, чтобы кого-то вылечить этим плодом. Блин, это практически она в зону пошла за этим, за желание. Типа того, да-да-да. И, короче говоря, в этом, в конце, короче, там ребёнок у вас, ладно, не будем. Это учёные, оказалось, сидят в капсулах. Их надо расстреливать, это хорошая концовка. Так вот, короче говоря, всё. И там начало, там ещё начало достаточно душесчипательное. Там тупо охотники идут. Два взрослых охотника и мальчик охотник, их племянник, как выяснилось. Вот. Причём племянник двух мужиков. Ну, нет, там мужик, какой-то его друг, и этот чувак, он племянник одного из мужиков. Так вот. И, короче говоря, они охотники... Я знаешь, как я их представил? Как из Соус Парка, которые вот так вот разговаривают, мы идём на охоту, понял? Да. Один охотник, а второй вот так разговаривает, потому что он в Вьетнаме из связки. Ну, да, да, но он, собственно, тоже охотник, так что, да, Джимбо и второй чувак, забыл, как второго зовут. Ну, неважно. В общем, да, примерно такие чуваки. Вот. И они такие, всё, стреляют, утки, говно. А этот чувак, он именно пацифист, который племянник. И он, блин, стрелять, кал, не хочу стрелять, убивать там. А это именно суперпотомственные там охотники, да свидос. То есть у них, если ты не охотник, то всё, позор семье там и так далее. Вот. Ну, это я просто, это потом узнаётся, но неважно. В любом случае, как бы, сразу бэкграунд даю. Так вот. И он такой стреляет, практически зажмурившись, и тупо подстреливает белку чуть-чуть. А белку, её, как ты понимаешь, ещё жальче, чем утку. Потому что, блин, белочка такая мягенькая. Ну, миленькая. Да-да-да-да-да. И там именно ещё супер миленько это показано. Вот. И, ну, как бы, на самом деле он стреляет из дробовика. А тут он типа белый... Так, с 2-2. Вот, да. Он с 2-2 стреляет. Может быть, даже с 2-1. Вот. И, короче говоря... Блин, денег не было, не закупился. Вот, да-да-да. И, короче говоря, белке, типа, она не сразу её вмянется, а потом её чуть-чуть именно подстреливает. Вот. И он такой, блин, по ушку чисто проехал. Да-да-да. Типа, что я натворил? Кал! Так нельзя там. И всё такое. Вот. У него, ну, как бы, козявит, именно козявит. Он грустит от этого. Так. Вот. Это официальное определение с доктором Дулиттл. Козявит. Да, в субтитрах так и написано, в скобочках, козявит. Ну, так вот. И он грустит, берёт, короче, эту белочку и такой начинает, типа, а, что делать? Он ещё там именно супер по грусти показывает, что она её в шкатулочку кладёт, она там кашляет, типа умирает практически. Ей там хреново и всё такое. Вот. Так она не только, она, видимо, без маски ещё живёт. Не только её послели. Вот, да. И, короче говоря, всё, она, он её несёт, что, типа, здесь где-то есть там доктор Дулиттл, который, короче говоря, вылечит, поможет. Всё, он попадает к нему в поместье. Тот, естественно, говорит, что всё, не надо ничего, говно, я никого не лечу. Он говорит, тут белочка туда-сюда. Всё, белочку он, естественно, лечит. И там фильм, он как мультфильм по балагану очень сильно сделан. То есть... В смысле всё быстро? В смысле просто всё смешное именно. Там, ну, практически пердёшь там и так далее. То есть там именно по диснеевским мультфильмам это сделано. Но, в общем, в целом я несколько раз реально ржал. То есть это достаточно смешно было. Вот. Ну и там сразу же... То есть так, по-доброму... Да, да, да. Там сразу всё, утка, подай мне скальпель. Она ему сельдерей подаёт. Нет, это сельдерей. Потом второй раз, нет, это опять сельдерей. Так нет, это лук. Ну и там именно уже, ну, там до бреда, уже рефрен шестой раз. Уже бы, если это как бы, ну, реальная драма была, уже бы белочка умерла 150 раз. Как бы не два даже, а 150. Но здесь всё равно, это всё ждут, пока все зарофлят, там, передай лук, передай сельдерей, вот это всё. Как опёрнут опять же, как обычно. Да, да. Ну тут про пердёж потом будет, когда они там найдут дракона. И там именно дракон, он злой там, типа, всё, он не хочет ничего делать. А тут хоп, и внезапно, короче говоря, у дракона запор. Доктор Дулитл ему запор именно прочищает, там, пердёж, все ржут, там, ха-ха-ха. Подай скальпель, опять подай пинцет, он подаёт сельдерей. Ну, короче, вот тот сельдереем вытаскивает ему из жопы там всякие щиты. Ну, типа, она рыцарей этот дракон проглотила, и у неё там щиты из-за щитов запор. Ну, там именно, а это ещё фильм. То есть, это ещё именно даже не мультиком сделано, а фильмом. Я себе представил, я не смотрел Аладдина Гайоричевского, но я себе представил, что Гайоричевский Аладдин выглядит примерно так, потому что, ну, там тоже должны быть какие-то рофлы, и тоже как бы, ну, поскольку это... С графикой компьютерной. Но я подозреваю, что там очень много такого, что там опять все встречаются, все тупые бандиты, короче. Ну, да, но тут как бы даже нет таких сил тупых... Ну, ладно, тут-то и не Гайоричи, поэтому тут тупые бандиты и не ожидаются. Ну, короче, да, это такой достаточно рофлофильм. Ну, и заводочка в том, что кроме этого пацана с белкой к доктору Дулетлу приезжает там типа принцесса, и говорит, что все, там королева смертельно больна, и надо ее там лечить, выручать там. И тогда он говорит, все, я типа людей не лечу, иди нахрен. Ну, и там, короче, там именно сразу хоп и по рофлу, типа, а твое поместье, кстати, там казначейство отзовет, тебе негде будет там жить, и все животные пойдут по миру, и там хоп, и животные сразу ополчаются, типа, нет, все, говно, но мы тогда сейчас это там, сейчас бунт тут устроим, нам негде будет жить, но там опять же по рофлу, это все. Короче, его вынуждают там ехать лечить королеву, а там выясняется, что это какой-то там придворный хрен хочет отравить королеву, и ему в этом помогает другой доктор, а этот доктор, это, короче говоря, этот студенческий враг Дулитла, ну, он типа хуже учил, ну, короче, там вообще все в кучу, смешно так взято, и в общем и в целом, я потом, когда уже досмотрел фильм, там, естественно, хорошая концовка, все выживают, все классно, тут для хорошести концовки только не хватило, чтобы у него жена воскресла, но нет, жена не воскресла, то есть как бы он, ну, как бы так и остался грустить, и когда-то что-то как-то, ну, окей, да, вот, и, короче говоря, тема в том, что Роберт Дауни-младший, он здесь не только актер, он еще и продюсер, вот, и я там прочитал в описании фильма, что ему, типа, настолько задолбало, что он железный человек, что он именно специально для себя уже выбирает такие фильмы, где он будет максимально далек от этого амплуа, вот, ну, потому что просто, ну, он не хочет, как Дэнио Рэдклифф, ассоциироваться там навечно только с Гарри Поттером, там, ну, и все такое, вот, и я, надо сказать, он реально хороший разноплановый актер, то есть он здесь, здесь нет ни одного налета железного человека, ну, может быть, чуть-чуть есть какая-то, просто чисто мимически, но это не противно, нет такого, что ты смотришь и думаешь, блин, ты смотришь, а там богатей, на самом деле, ты смотришь, а там в костюме чувак интервью дает, и как бы у него этот, светится реактор в сердце, как бы, вот без этого, и это круто, и он, ну, как бы для меня, я фильма поставил восемь из десяти, вот, причем, я не помню, почему восемь, а не десять, я в масте написал, все, у меня прогрессируют эти самые, поэтому я сейчас не вспомню, почему именно, но неважно, короче говоря, восемь из десяти, по этим, по жюри в фигурном катании, ну, это хорошая оценка, поставил пять, просто, а это хорошая оценка, вот, хорошая пятерка, что он половина из десяти, вот, ну, вот, короче говоря, восемь из десяти, это хорошая, в принципе, оценка, ну, нормальный, короче, кино, я не пожалел, что посмотрел, вот, просто, ну, как бы с Алиной невозможно смотреть то, что я хотел бы посмотреть, вот, поэтому. Да, слушай, между прочим, ты смотришь, один-то такое, ну, именно суровые всякие сериалы и так далее, поэтому. Ну, да, один-то смотрю, поэтому мне, в принципе, хватает. что, например, лучше звоните Соулу, там все так безоблачно, там все, там достаточно облачно, конечно, там не так облачно, как в Брейкин Бэде, по кишкам именно, и по лопанию глаза, но по тягучести, и как бы, ну, драматизму более тяжелое, чем Брейкин Бэд. Хотя, опять же, блин, Брейкин Бэд, это именно голливудский драматизм, просто там, как в лицо со шрамом практически, там по книжке, очень по книжке, я представляю, да, и очень много таких американских сериалов, мы уже обсуждали, типа, Сынов Анархии, где так умеют слезу выдавить, вот реально, и так умеют сыграть на чувствах, что ты сможешь, думаешь, блин, вот, я подозреваю, что лучше звонить Соулу, немного другого плана, более меланхоличное дерьмо. А, да, там просто меланхоличное говно, там ты просто, как бы, от, просто от того, что происходит, вот все, что происходит, тебе просто дурно становится, и все, вот, как бы, вот в таком духе. Вот, ну, и мне, опять же, больше нравится, чем Брейкин Бэд, то есть, если так ретроспективно говорить, то это более мой кайф. Брейкин Бэд, это как бы, это тоже очень круто, то есть, ну, на полном серьезе, я тоже нисколько не пожалел, ни минуты потраченного времени, а, поверь мне, там много минут было потрачено, чтобы это посмотреть, вот, ну, короче говоря, ну, это, это тоже кайф, это, как бы, ну, другой кайф, то тоже, там, там именно тягучие серии, от того, что просто, ну, там постоянно, типа, этот умер, а этот его доубил, там, а этот тоже не выжил, и тут еще, там, а она ему изменила после этого, и сразу, и он тоже практически как умер, это, ну, короче, там, там просто именно жестят, там именно все говно, все происходит, какое может происходить, а в Соли Гудмане, там просто безнадега, немного другая, там она безнадега, там просто от капитализма безнадега, там, от всякого такого, то есть там достаточно такое, ну, тяжелая, короче, хрень, вот, поэтому, поэтому, да, сыны анархии, выдавливают слезу, а там как выдавливают слезу? Да, тоже постоянно, там постоянно на чувствах играют в плане, там типа же семья, все семья у всех, короче, это, и они все как бы типа вот эти чуваки, которые в банде, ну, если вспоминаю GTA 4 дополнение про байкеров, это как бы, ну, практически ты семью придаешь, там, если что-то сделал, там, или наоборот, что-то хорошее сделал, ты уже брат, там, до хрена, вот, и там постоянно на этом играют, постоянно какие-то, короче, подставы внутри вот этой байкерской тусовки, там, короче, именно, и там постоянно непонятно, кто злой, вроде, короче, там есть чувак один, главный этой банды, вообще полностью по GTA 4 дополнения, главный чувак банды, оказывается, не самым хорошим чуваком, но он вроде бы не настолько плохой, как бы, чувак, он вроде просто делал свое дело, но главный герой, он как бы ему типа батю заменяет, потому что батю тоже там опять на байке где-то убили в банде, там, условно, и вот типа новый чувак из банды, он еще встречается с мамой этого чувака, главного персонажа, и там все вот на этом завязано постоянно, короче, постоянно какие-то эти, с наркотиками, с какими-то, с тюрьмами, с вот такой, с копами, естественно, вот это все, и там именно так все переплетается постоянно, короче, именно выдавливают, вот они выдавливают. Это дробно или нет? Или это Саня дробно? Я не знаю, я не знаю насчет дробно, ну, здесь типа, просто я посмотрел много достаточно, но в какой-то момент я знаю, что сериал начинает опобсовываться, они, видимо, настолько были очень популярны в Америке, просто я представляю, что эта тематика очень американская, как Breaking Bad, тоже достаточно популярна для Америки, опять же, но знают, что делают, вот, что они в какой-то момент, напоминаю, Мэрилина Мэнса начали использовать в сериале, просто как чувака какого-то, типа, я понимаю, что круть, окей, там, это, но это начинает, именно как будто такое чувство, что уже Ургант, вечерний Ургант уже, а не Сыны Анархии, вот, но я еще смотрел, когда было более-менее за душу брало, вот, я не знаю, буду ли я когда-то еще смотреть дальше, вот, но у меня типа супер на паузе, на таком бенче жестком, что, у меня вот так, с каждым днем они удаляются от меня, но у меня он был просто как-то что-то скачен, и как-то что-то не до этого, а тут на бенче, поэтому сразу есть время, так сказать, я сразу четвертый сезон залпом дал, и сейчас пятый даю, ну, почти залпом, а сколько всего, пять? Пять, причем финал вот сегодня должен был выйти, ну, то есть в Америке вчера, а сегодня должен уже быть на разных ресурсах, но они из-за того, что они же тут нет тысячи, да, они же нет тысячи, они же нет тысячи, вот, из-за этого они-то там работают, сейчас остальные-то больше никто не работает, если бы так его в кино-то показывали. Причем Breaking Bad это не Netflix, то есть они каким-то хреном именно перешли потом, после этого. Купили франшизу. Да, как-то так, ну, все создатели те же, то есть Винс Гиллиган, который делал Breaking Bad, он делает, лучше звоните Солу, но как бы да. Ну, хорошо, давай Interstellar, или Interstellar, как кто-то его называет. Ну, по-моему, Interstellar. Кстати, Interstellar, это что вообще? Посмотрел фильм. Хрен его знает, никогда не задумывался, что-то про, не знаю, про космос. Это не то, что там, как Прометей, это же название корабля в итоге оказалось, Прометей, на котором они, да, да, Нолан придумал просто слово, да и все. Ну, понятно. Причем он, кстати, сценарист, я посмотрел, то есть когда говорят, что Нолан сделал, это, ну, достаточно заслуженно, потому что он... Это значит, Нолан сделал. Да, это не то, что он только снял там, что ему дали и все. Я сразу тебе скажу преамбулу про Нолана. Все фильмы у Нолана, все, с налетом такого античеловеческой, такой металлической хрени. У него, короче, нет ни одного фильма, где теплое, душевное, может быть, один, есть какой-нибудь, сейчас мне хипстеры Нолана любители скажут. Ну да, первый его фильм какой-нибудь. любой его фильм, Интерстеллар, Бэтмен, вся трилогия, Дюнкерк этот про войну, все это, короче, такое именно металлическое, не такое роботизированное, вылизанное, такое, короче, профессиональное кино. Так, как будто вот у него есть школа Нолана, допустим, да, и, короче, вот он сам придумал эту школу, и вот она такая, и она такая, знаешь, такой, вот я себе представляю, что он должен быть, вот если он батя, то ему там палец в рот не клади, у него все по струнке ходят дома, там делают уроки ровно с 18 до 20.00, там и так далее, короче, именно, и к нему нельзя, не стучавшись, зайти в кабинет, то есть все фильмы его говорят о том, что это такая, короче, высчитанная, просчитанная машина, вообще абсолютно бездушное кино, несмотря на то, что там выдавливают постоянно слезу, опять же, в Интерстелларе тем более, такое, короче, математическое кино, металлическое, я не знаю, вот прям чувствую, и даже краски у него постоянно, если смотреть тоже Бэтмен, ну, Бэтмен вообще, Бэтмен просто, это железное кино, несмотря на то, что с Джокером, типа, немножко хаоса добавили, вот этим Джокером, несмотря на это, все равно, какое-то такое прям, или это за счет сценария еще, ну, видимо, настолько, короче, сценарий выдерин, каждая строчка так написана, что, короче, вот, я не знаю, почувствовал ты это в Интерстелларе или нет, сейчас посмотрим, опять же, вот, но это, короче, это про, это такой математик, это, короче, ему надо было быть реально каким-то, ну, теоремы сочинять, а не фильмы снимать, ну, хотя фильмы у него хорошо получаются, как мы знаем, ну, успешно, по крайней мере, ну, по деньгам. С точки зрения бизнеса, 100% успешно, да, и опять же, ну, например, тому же МакКонахи, я уверен, что он, для него это знаковый, потому что, ну, он как актер там, очень хорошо раскрылся. Да, конечно, да, я не спорю, да, в смысле, все хорошо, я не гоню на Нолана, потому что гнать на Нолана, это, я не знаю, ну, типа, как... Ну, как гнать на Битлс, это просто бессмысленно, зачем? Ну, да, конечно, вот именно, кому-то нравится, кому-то не нравится, но в основном нравится, отбивается по бабкам, я думаю, зарабатывает очень круто, Нолан, естественно, любое его кино, все ждут, и вообще, это говорящая фамилия. Ну, конечно, конечно, это как бы знак качества, как минимум. Да, да. Вот, ну, я такой думаю, ну, окей, во-первых, вы там написали, что, ну, как-то надо смотреть, да, как надо варить, что как начало, что надо просто, ну, быть в теме, то есть, это те вещи, которые, как иронию судьбы посмотреть, ну, то есть, можно ее, конечно, не смотреть, типа, там, ой, мне вот кажется, что вот там в этот момент Рязанов что-то уже там скатил, но, блин, смотреть все равно надо, чтобы хотя бы, ну, точечно говорить, что скатился, потому что вот там тут-то, тот-то, так-то, вот, ну, окей, короче говоря, я такой, ну, надо смотреть, Алина тоже говорит, а, ты что, ты не смотрел, да, как так, ну, то есть, как бы, ну, что это как, повторюсь, как иронию судьбы не смотреть, и батя тоже мне такой говорит, вот, я там рыдал, это такое кино вообще, это просто там круть, ну, и он тоже вспомнил начало, что это же как бы, ну, это практически как начало, только там круче, просто батя, он именно любит суперкосмический сайенс-фикшн, поэтому для него это прям суперкайф. Бальзам на душе. Да, это чуть ли не топ-один фильм у него. У него, правда, ещё в том же топе первому игроку приготовиться, но как бы это его страсть к фильмам про, типа, как геймеры и вот эту вот всю хрень, которая про игры с людьми там и так далее. Ему нравится такая тематика, он прям балдеет от этого вообще. Поэтому тут у него просто для него это жанровое кино. Вот. Ну и, короче говоря, я такой, ну окей, надо смотреть, значит, надо смотреть. Я думаю, ну ладно, посмотрим. Вот. Начинаю смотреть, я как бы, ну, очевидно, что я из Интерстеллара видел много мемов, то есть, ну это же такое, это, ну, мемовое дерьмо. Я понимал, что я смотрю, я знал, что будет, скорее всего, ну, то есть надо смотреть внимательно. Ещё мне, Алина, ещё вот тут обрати внимание, вот смотри, здесь там вот это упало, это потом там всё будет там понятно. Вот. Так я такой, ладно, всё, окей, да-да-да-да-да. И вот до того момента, когда именно в этом, в... на первую планету он попал, они попали, в принципе, я смотрел и, ну, как бы, ну кайф, ну прикольно, окей. И точнее, даже не так кайф, а я, знаешь, для меня в чём признак хорошей фантастики всегда? Хорошая фантастика — это когда ты досмотрел и такой, блин, а вдруг в натуре так? Вот. То есть, ну, это реально, это... Хочется поверить. Да-да-да, вот когда я смотрел «Матрицу», я реально пребывал в ощущении, что, блин, походу реально так. И это мы на полной связи обсуждали все, а как ты думаешь, вдруг реально там так? Ну, то есть, это главный показатель для меня фантастики. Так вот, и вот до момента, как посетил он первую планету, я, в принципе, понимал, что, окей, да, так. И я, знаешь, вот я когда в итоге сейчас вот досмотрел, я не очень понимаю, из-за чего рыдать. Ну, то есть, давай так, я понимаю, что когда у меня будут реально дети, я пойму, над чем рыдать. Потому что это, в общем, достаточно драматическая тема с тем, что твои дети умирают раньше тебя. Это, в принципе, драматическая тема. Неважно, из-за чего. Из-за того, что их машина сбила или из-за того, что ты там провел где-то так много времени, что они уже там состарились и говно. Это даже, может быть, еще более драматически, что вот так получилось, что ты не застал, когда там твои дети взрослели, там заводили семьи, и ты не мог там видеть это и прочувствовать как бы и так далее. Здесь я понимаю, в чем драматизм. Вот, но если вернуться именно к самому кино, то вот как этого актера зовут? Мэтт Дэймон или кто там злой вот этот чувак? Который как превосходство Борна. Блин, ты вопрос со звездочкой. Давай, Интерстеллар. Будем смотреть. Я просто Мэтт Дэймон, я понимаю, кто это, но не понимаю вообще... Тот чувак, к которому они прилетели, который именно обманул. Который посылал сигнал, что здесь кайф планета, а оказалось, что это не кайф планеты совсем. Ну, наверное, я не помню. Я просто сейчас открыл, это на кинопоиске открывается, потому что я открыл на Вики, и тут, ну, типа, прикол. Сейчас я просто загуглю, как Мэтт Дэймон выглядит, чтобы не ошибаться. Я знаю, как он выглядит. Я знаю, как он выглядит, но не знаю, кто был в Интерстелларе. Вот, да. Не помню просто. Поэтому, ну, да, да, это был Мэтт Дэймон, все правильно. Я не перепутал его ни с кем. Там он был тот чувак, к которому они... Смотри, они сначала выбрали первую планету, и там тупо вода была, говно, и они там просрали 20 лет. Ну, 20 лет на Земле, грубо говоря. Хотя они там туда только приземлились, поняли, что это Кал, и пытались оттуда улететь, пока там цунами всякие были. Там одного чувака они потеряли, и так далее, и тому подобное. Ну, так вот. Потом они возвращаются, смотрят, что уже там, типа, папа, скорее бы тебе пора вернуться, потому что ты мне говорил, что ты вернешься, и нам будет одинаково лет, а мне сейчас как раз лет уже столько же, сколько тебе было, когда ты уехал, и все, и он рыдает сидит, батя у меня рыдает, все рыдают, как бы, и так далее. Я сижу, дальше смотрю на серьезных щах. Вот, потом они решают, на какую вторую планету отправиться. И у них есть два варианта. Планета там одного чувака, и планета другого чувака. Один из чуваков, Эдвардс или Эдмонс. Один посылает сигнал, но на самом деле он, короче, наврал. Да, да, да. Один посылает сигнал, что, типа, у меня кайф, а второй перестал посылать сигнал. Но у него по тому, что он до этого посылал, там реально кайф планета. То есть там практически все идеально. Вода есть, органика есть, атмосфера есть. Короче, все круто. И вдобавок получается, что вот этот Эдмонс, который уже не посылает, оказывается, его любила вот эта вот девушка, которая Энн Хэтэуэй. Доктор Брэнд. Да, Доктор Брэнд, персонаж ее зовут. Вот. И, короче говоря, Мэти Макконахи говорит, типа, это, ну, давайте мы как-то проголосуем. Но, в общем, к сожалению, мы к Эдмонсу можем не поехать, потому что, типа, ну, обе планеты, и планета Манна, и планета Эдмонса, вот это, они нам подходят, но до Эдмонса дольше лететь. То есть если мы говорим о полете к Манну, то мы можем и до туда долететь, и на Землю вернуться, как бы, ну, и всем сказать, что все, на этой планете кайф, летим на нее. Вот. А если мы поедем к Эдмонсу, то у нас не будет уже времени лететь обратно, и мы сможем только, разве что, колонию там устроить, и послать там сигнал, и может быть он до Земли зайдет, а может не дойдет. Там, напомню, у них был план А и план Б, и план А, это, типа, всю Землю сюда переселить, потому что кайф планет, а план Б, это там у них 10 тысяч яйцеклеток с собой были, и, типа, их тут зародить, как бы, и полностью новую колонию, чтобы просто хотя бы человечество жило. То есть здесь именно вопрос не их конкретного выживания и их семей, а просто человечество. Ну, короче, они прилетают на планету номер два, к Манну, к этому, его из сна там вытаскивают, он такой, блин, кайф, там туда, ну, и там достаточно такая планета, супер ледяная, вот, и он говорит, ну, как бы тут ледяная, но тут есть, короче, поверхность, и там вообще кайф, там именно и вода, земля, и нормальная атмосфера, и все так, а тут именно в атмосфере аммиак, и поэтому, ну, нет, в общем, просто так здесь даже без шлемов не походить. И, короче говоря, он идет вместе с этим Мэтти Маконахи к поверхности, к этой, а Мэтти Маконахи говорит, ну, все, я типа с вами в команде инженер, я сейчас поставлю здесь все говно, типа там маяки, не маяки, и сам поеду на землю, предупреждать, что здесь, в общем, кайф. Ну, и как бы к семье, там, вот это все. И все, они доходят до того места, где типа должна быть поверхность, и этот ман, он такой, ага, я там типа всем вам наврал, не тут полное говно, а не планета, но зато вы меня хотя бы типа спасли, и пошли вы в жопу, типа. Ну, и он типа начал его мочить, что я тебя сейчас завалю, а этой, ну, доктору Бренду скажу, что типа просто, что ты там упал, подскользнулся гипс, и что поедем просто на следующую планету, но уже со мной, потому что типа я весь такой охренительный, там, и так далее. Вот. Ну, естественно, этот Мэтти Макконахи там супер из последних сил спасается, там, предупреждает, они, короче говоря, этот Мэтт Дэймон у них крадет корабль, долетает до той станции, которая там умеет в гиперпространство уходить, пытается к ней пристыковаться, не может, они взрываются, короче, там, ну, такая достаточно курьезная история. В общем, long story short, мне чем понравился вот этот момент с Мэттом Дэймоном, чисто философски, он там рассуждает, что типа все дерьмо практически, которое делают люди, и все хорошее, они делают только из инстинкта самосохранения, и что типа даже я вас всех обманул и так далее, именно из-за инстинкта самосохранения, чтобы вы меня спасли, и поэтому там как бы, ну, и ты сейчас будешь типа стараться сражаться там и так далее, потому что вот там, и последнее, кого ты увидишь, это короче твои дети, потому что, чтобы хотя бы не ты жил, а они жили там, ну и он именно, когда тот задыхался Мэтью МакКонахи, он ему в рацию говорил, типа видишь Купер, видишь уже типа своих детей там и так далее, напоминаю, батя рыдал в этот момент, все рыдали, вот, я дальше смотрел, ну и короче говоря, в этот момент уже они начали там рассуждать о том, что план А, это то, что там они как-то там придумают гравитацию, и смогут все-таки прилететь все сюда, он типа оказывается, его невозможно выполнить, и этот профессор, который типа там отец доктора Брент, он все это время за нос всех водил, просто чтобы у всех была надежда, грубо говоря, и все человечество объединялось вокруг какой-то цели, и опять же здесь философский, что если не было бы призрачного говна и призрачной надежды, то никто бы не объединялся, все бы только свои шкурные интересы как бы решали и все, а тут когда забреживо, что все может быть кайф, то как бы для всех, ну и во-первых для всех, а во-вторых для каждого, только тогда все начали объединяться, ну и в общем, они там все отчаялись, все говно туда-сюда, и потом они, ну как бы у них не было уже времени валить к этому, не было энергии валить к этому Эдмундсу, и они, Мэтью МакКонахи и другой там корабль, они скинули это все в черную дуру, куда их начало засасывать, а вот этот доктор Брент, она поехала на ту самую планету Эдмундса, чтобы хотя бы там колонию сделать, чтобы там люди выжили там и все такое, вот, и короче, ну в итоге так получается, что дочь вот этого Купера, дочь главного героя, она все понимает, как устроено, потому что он, когда его засасывают в черную дыру, оказывается, они там все живут, и они там попадают в какое-то там пятимерное пространство, откуда он может ей отправлять, ну короче, там начинается настолько отборная бредятина, что как бы, ну вот это я уже реально не мог воспринимать всерьез, если до этого момента еще как-то, вот когда я смотрел даже чужих всяких, прометеев и так далее, у меня на полном серьезе, ну были холодок там по спине и мурашки по поводу того, что блин, а вдруг реально где-то там существуют такие пришельцы, которые настолько супер опасные, там досвидосные и так далее, и там даже как-то пытались научно объяснить даже то, что они там путешествуют из места в место, ну типа у них там какой-то тоже гиперзвуковой там двигатель, ну что-то они там придумывают, и ты это не подвергаешь сомнению, а тут они сильно ударились в физику, типа, но поскольку в реальном мире вот у нас с тобой никто не решил вот эту проблему, что ты не можешь, во-первых, двигаться быстрее скорости света, и в этом как бы основная проблема, что даже если со скоростью света двигаться, то ты даже до Марса, дай бог, через три года долетишь, а это и то, кораблей, которые движутся со скоростью света, нет и не предвидится, вот, а тут они пытаются вот эту теорию струн приплести, которую Шелдон любил в теории большого взрыва, но и то, даже Шелдон в теории большого взрыва от нее отказался, потому что типа теория с темной материей, она немножечко опровергает теорию струн, хотя ни та, ни другая не доказана, но в общем и в целом как бы уже стремно заниматься теорией струн, потому что понятно, что это видимо какая-то шляпа, вот, что есть типа мультигалактики, что есть такие петли, которые тебе из одного места в другое помогают отправиться типа сквозь время там и так далее, короче, они здесь переборщились с тем, чтобы это типа обосновать, потому что реально это обоснование уже опровергнуто, и как бы смотреть про то, что уже практически доказано, что не существует, это какой-то тупняк, вот. Ну, я подозреваю, я подозреваю, почему так было, сейчас просто чуть-чуть забегаю вперед, я представляю, что у Нолана была идея, повестка, он придумал, у него это наболевшее, скорее всего, Нолану сколько лет, ну он же, наверное, ну у него дети, все такое, то есть он примерно возраста, или по крайней мере он возраста, чтобы у него дети были, все такое, он не очень молодой чувак, вот, 70-го года рождения, то есть ему 49, короче, суть в чем, суть в том, что у него вот это есть тема, общение с детьми, и, как сказать, представим себе, что на самом деле МакКонахи не космонавт, он просто чувак, который умер, допустим, и там, ну допустим, что он умер, и его дочка, которая, там вот через книги всю эту хрень видит, она, типа, это просто метафора, но то, как, типа, дети вспоминают, там, про родителей, или наоборот, он как бы не то, чтобы это, он умирает, а просто, что мы оставляем, типа, как мы, или, например, наоборот, он живой, все живые, но просто, типа, иногда родители не могут вот так вот до детей достучаться только через вот какие-то эти, то есть, я представляю, что у него была метафора, просто жизненная, которая его сейчас, ну, беспокоит, и он ее превратил в такую оболочку металлическую, опять же, космическую, еще и добавил физики, чтобы все еще поверили, сказали, нихрена себе, Интерстеллар, четверо детей у него, ну, что-то прочее. Ну, видимо, да, в натуре был вопрос актуален в тот момент. Да, да, короче, вот, я подозреваю, что это все к этому, он метафорич, естественно, вот, и поэтому, типа, мы здесь за физику, короче, сильно сараться, мне кажется, не надо, ну, к сожалению, надо, потому что он претендовал. Вот в том-то и дело, он же претендовал, просто очень много кто, из моих знакомых, опять же, тот же Сергеевич, который, он в теме физики, да, он в теме космонавтики, ему это типа нравится и так далее, и мы с ним даже разговаривали, там, про теорию струн и все такое, про теорию мультивселенных, там, документальные фильмы про это обсуждали, но когда я ему тут пытаюсь сказать, типа, блин, мы же с тобой обсуждали, там, что вот это, он говорит, ну, камон, чувак, с претензией на то, чтобы прям вот стопудово так, потому что вот там теория и так далее, ну, короче, ладно, это можно опустить, если да, если, поэтому, поэтому 8 из 10 я поставил, опять же, как дулитло, просто потому что, окей, метафора классная, но в общем и в целом, не надо было тогда такую претензию делать, в общем и в целом, я не поверил по Станиславу чудо-свидос, именно в, вот именно в фантастичность, то есть я поверил игре, актеров, актерская игра гениальная, драматическая тема тоже, если бы у меня были дети, я бы сидел, рыдал там, да сведу с говно, вот, но как бы, вот, если это все отринуть, то 8 из 10, вот. Ну, между прочим, несмотря на то, что 18 место в топ 250 в кинопоиске, и тут 8 с половиной баллов, и рейтинг критиков высокий, я тоже слышал, поэтому и топ там сколько-то там, просто, да, я слышал отзывы, что люди тоже говорили, что слишком много физики, которая быстро разрушается просто гуглением Вики, и, короче, и типа, ну, понятно, что если придираться, можно ко всему придираться, но когда именно так пафосно преподносят, как это делает Нолан у себя, вот, типа, с помощью как бы нас, с помощью физики, он как бы нас пытается объяснить нам, что это вроде действительно существует, и чтобы мы, не дай бог, не рассмотрели метафору, чтобы мы смотрели на физику, а метафора, типа, была там, где-то вдалеке, вот, короче, и как-то это, ну, типа, я согласен с этой претензией, и согласен, что за это реально можно минус 2 балла сделать, вот без приколов, потому что, короче, это может смазать именно остаточное впечатление, то есть ты посмотрел, кайфанул, классно, но потом, когда начинаешь к этому возвращаться, думаешь, блин, да, ну, а зачем, а зачем, короче, могли по-другому сказать, там, ну, и так далее, короче, сказали вот так, начать 80. Ну, сделать именно, ну, драму, там, ну, окей, там, хоть какую драму, но не такую, короче говоря, да. Ну, вот, вот, да, я понимаю, о чем ты, но тут композитор Ханс Циммер, ну, конечно, о чем здесь можно говорить? Геологическое, я понимаю, да, причем, я так тебе могу сказать, если говорить про метафоры, мне очень понравилась та, которую мне Алина предложила, что здесь, говорит, смотри, представь, что, что, что вот, ну, знаешь, иногда вот есть чутье, именно вот, не просто там женское чутье, а именно такое чутье, что вот ты что-то делаешь, и ты понимаешь, что, блин, так надо, вот, например, я когда поступал в университет, вот, у меня были варианты реально поступать в Юргу, где твой лингвистический центр, в наш топовый институт, либо поступать в эту, в к нам, в педагогический, где мы отучились, в эту, так вот, в эту шарашку, так вот, в эту шарашку, и, короче говоря, мне просто вот динкнуло, что, блин, надо в пед идти, и я, во-первых, нисколько не пожалел, потому что, во-первых, мы познакомились по мелошам, а, во-вторых, в принципе, в общем и в целом, у меня было время, чтобы просто там жить жизнью, потому что я потом уже поступал в этот Юргу, в магистратуру, и даже в магистратуре у меня не было времени, чтобы жить жизнью вообще, то есть это надо продать душу дьяволу, чтобы там учиться на полном серьезе на технической специальности, то есть, ну это, конечно, не Бауманка, но это достаточно высокий уровень, и это как бы прям, это прям чувствуется, вот, поэтому, и вот в тот момент, когда у тебя вот такие инсайты происходят, и динькает, что типа надо-надо, то это типа ты из будущего вспоминаешь много про этот момент, типа, а, блин, не зря я туда поступил, и тебе в настоящем, ну или там в прошлом, приходит сигнал о том, что да, надо, надо именно такое решение здесь принять, вот, вот такая метафора мне понравилась, что типа, ну просто сам факт того, что есть связь, как бы прошлого и настоящего через вот такие инсайты, и что типа чем больше ты в будущем вспоминаешь какой-то момент, тем на самом деле ты и в настоящем, когда этот момент происходит, больше этому моменту придаешь значение, потому что просто как бы, ну ты такой находишься, ты этот момент чувствуешь, и ты понимаешь, что блин, ты чувствуешь что-то важное, как бы, и так далее, и тому подобное, вот это прикольно, это интересная метафора, и то, что Алина ее увидела здесь в этом фильме, я подозреваю, что много там метафор вот таких, именно, которые прикольные, вот, и, ну вот такая оболочка в этих метафорах, что я тебе могу сказать, как бы такая вот конфетку вот так преподнесли, в такой космической оболочке, физической, хотя визуально опять же гениально, там все супер красиво, то есть там самые лучшие специалисты во всех отраслях, начиная опять же от Ханса Зиммера, там не было ни одного двоечника, троечника, даже четверочника ни одного не было на проекте, я уверен, там все были, вот все на отлично работали, потому что, ну, у Нолана вообще по-другому не бывает, потому что 677 миллионов долларов, потому что по струнке, сборы, вот, а бюджет, кстати, 165 миллионов долларов, ну, там видно было, что CGI не то, чтобы прям как в Аватаре, хотя, блин, в Аватаре тоже, это так смешно обсуждать, конечные, то, что там получилось, не так, чтобы уж прям с ног сшибательно как-то, но окей, видимо, в тот момент времени, так сделать было сильно дорого, сейчас, наверное, уже в 100 раз дешевле, да, 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 короче, вот прикольно, прикольно, про Интерстеллар мне понравилось, ну, да, напишите что-нибудь в комментариях, потому что стопудово у нас есть и лагерь тех, кто до 10 из 10 кино года, и те, кто наоборот, что в натуре перегнул там с физикой, и вообще там, то не дожал, это можно было, ну, короче, стопудово есть те, кто не сильно за этот фильм, вот, хотя, да, всегда так бывает, как во всем, да, хотя, а топ-1 на кинопоиске до сих пор побег из Шоушенка, ну, кто-то, давай, зайдем, хорошо, кто-то, кто-то вот из них, сейчас я тебе скажу, кто-то из Фореста Гампов, побег из Шоушенка первый, Зеленая Миля вторая, третий Форест Гамп, четвертый список Шиндлера, классическая, четверка игроков, классический, ничего из этого я не смотрел, к сожалению, пока, я смотрел только Фореста Гампа, к сожалению, ну, вот, ну, как бы, вот, причем я не скажу, что, по тебе подкаст про кино надо сделать, походу, не надо, ну, да, мы с тобой хреново, мы согласим, мы с тобой не знаем, у нас альтернативный взгляд, мы как бы такие, ну, конечно, мы не знаем, но осуждаем, вот начало на шестом месте, мы смотрели, ну, начало хорошее, начало, и, по-моему, тоже я девятку поставил, и я на масте даже написал, почему, то есть, это не то, что там, ну, что тут не дожал Ди Каприч, Ди Каприч, как обычно, гениален, не, он как обычно дожал, как обычно, он переезжал, я бы сказал, вот, но мне там что-то с концовкой, я понял, к началу тоже не десятку, вот не десятка в голове, хотя гениальное кино, оно вызывает эмоции на 20 из 10, вот, но, опять же, есть к чему докопаться всегда, и что-то я там, ну, что-то было такое, именно заусенки были, вот именно заусенки. Я бы даже и хотел узнать, но, как-то да. Я уже сейчас не вспомню, уже сейчас не вспомню. Ну, хорошо, интересно, что бы такое тебе про кино, я могу тебе про кино сказать, это скорее даже не столько тебе, сколько нашим чувакам-слушателям. Ну-ка. Вот, потому что, ты сейчас понял, азы познаваешь, Интерстеллар смотришь. Я готов к ним примазаться, что и мне тоже, но давай. Да, ты сейчас именно по азам пошёл, поэтому тебе будет это, ну, не совсем в тему, чтобы ты сначала азы посмотри, уже знаешь. Короче, есть такой, достаточно популярный режиссёр, я бы сказал, очень популярный, почти как Нолан, его зовут Дэнни Вильнёв, русский, казалось бы, фамилия, но, по-моему, американец хрену знает. Вот, Дэнни Вильнёв, у него есть много, вот, у него есть, короче, у него есть очень популярный фильм «Прибытие», вот, я причём видел, что Саня мало «Прибытие» поставил, мы не будем его осуждать, я его не буду осуждать, мало ли кому что нравится, вот, но тем не менее. Подожди, «Прибытие», мне просто батя рассказывал, что он посмотрел «Прибытие 2», и его Бондарчук снял, это разные «Прибытие»? Нет, это русское какое-то, нет, есть «Прибытие» именно вот, на натурском, но это какое-то русское, это не то. Хотя, может быть, уже Бондарчук перенял эстафетную палочку, но я боюсь, что он не смог выдержать, скорее всего, этого. Забыли про «Прибытие», тут, это очень неоднозначные фильмы, тем не менее, вот, по сравнению с Ноланом, у Нолана всегда, в «Интерстеллар» можно реально восьмёру врубить, даже несмотря его. Ну, да, да, наверное, как бы. Сойдёшь за умно. Сойдёшь за умно, вот. А у Вильнёва спорное, я вот реально увидел, что Саня плохо написал, ну, зная Санин вкус, мы с ним, допустим, можем поспорить, я согласен. Его бы к нам в киноподкаст, его бы к нам пригласить, это каждый раз было бы интересное противостояние, причём не обязательно, там, мы с тобой против него или как-то это, это всегда было бы рандомное противостояние. Конечно, абсолютно рандомное, да, тут выстреливает пуля вообще, рикошет. Короче, вот. Несмотря на то, что там, может быть, можно найти минусы, а кто-то вообще поставит, вот я на масте открываю, и у меня люди здесь, типа, ставят там восьмёрки, вот, хотя я десять поставил, и несмотря на то, что, короче, там есть, опять же, к чему придраться, наверное, он, короче, вот этот враг, настолько, как сказать, короче, когда в настроение, бывает, попадает кино, я не буду вообще ни одного спойлера говорить про что, вот, но, короче, там ещё так снято, супер тягомотно, тянуще, тягуче, вот, ну, так, короче, в настроение попадает, что я прям, реально, десятку поставил, враг, вот, реально, короче, рекомендую, чуваки, кто не смотрел, именно, это не самое популярное кино, не самое популярное, но и не самое такое, типа, хипстерское, то есть, я сейчас не говорю про то, что там у нас смотрят в каких-то там, в кинозалах закрытых, вот, но, но вообще рекомендую, короче, оно вкатит, вот, нашему, примерно, поколению, ну, как бы, вот, я бы сказал, вот, нашему возрасту, 30-летним чувакам, не потому, что там какие-то, не знаю, там, проблемы 30-летних чуваков, точнее, плюс-минус проблема такая, но это просто какая-то такая проличность, короче, кино, я реально посмотрел, я просто, почему, я, почему вообще смотрел врага, потому что я смотрел прибытие, и от прибытия я супер забалдел, но это более такая, в нолановскую сторону, хотя там вопросы покруче, чем у Нолана, я считаю, вообще прибытие мне супер понравилось, и там именно очень классно, там веришь вот по тебе, что веришь, что такое могло бы быть, реально фантастика, в которую веришь, могло бы быть там про пришельцев и так далее, и что они там с собой несут, в общем, там круто сделано, короче, и вообще никаких этих, а враг это более личная тема про человеческую тему, то есть прибытие это тоже про человеческую, но там все-таки какие-то пришельцы, вот, а тут, короче, враг это круто, вообще, я супер забалдел, я посмотрел, и такой, блин, думаю, ё-май, вот, у меня там вопросов не осталось, бывает такое, вопросов не остается, что десятку хочется вылепить, а бывает, что гениальное кино, и ты придираешься, последний Звездный Войн, конечно же, там точно не остается вообще, ты, кстати, так и не посмотрел, я жду, я жду в какой-то момент, ты все-таки до этого дойдешь, и я прям словлю кайф от того, что ты скажешь про это, я обязательно дойду, потому что я-то уже по своей воле, я уже дважды посмотрел, поэтому как бы... Блин, короче, я боюсь, что я настолько на свежую голову это буду смотреть, потому что это, ну, уже какое-то время прошло, настолько хайп и про Звездные Войны прошел, и так далее, что я представляю, что я просто настолько незамутненным взглядом посмотрю на это. Сейчас даже уже по Мандалорцу хайп прошел, я его, кстати, тоже не смотрел, хотя казалось бы, он-то как бы типа хороший считается. Его считается вроде хорошо, то есть его фанаты Звездных Войн оценили классным, и даже те, кому понравились седьмой-девятый, так называемая сиквел-трилогия, и им тоже понравился Мандалорец, то есть это прям вообще всем кайф, вот, но пока не смотрел. Ну да, я слышал, слышал, кто-то говорит, что просто начал смотреть, потому что там Бэби Йода условно, а в итоге круть, сериал там. Да блин, и что Бэби Йода? Тоже я вот... Ну, типа миленько, миленько, ради него так посмотреть. Но вроде как, я понимаю, что там, ну, не только этим ограничивается, там типа в натуре задорочили тему, да, да, я тоже читал, что там хороший фан-сервис, в хорошем смысле этого слова, да, да, это правда. Да, да. Вот так вот. Вообще, маст, это достаточно интересное дерьмо, то есть я рад, что оно есть, несмотря на то, что Санька там избылился, что оно только с телефона, вот, ну я как-то, блин, мне, мне просто по кайфу приложение, поэтому я готов играть по их правилам, что только с телефона. Ну, согласен, меня не смущает. Кстати, опять же, Саньку, мы сейчас будем обсуждать Саньку, он недавно выставил, из-за того, что он мастич, я, он добавился ко мне, он выставил оценки, хотя он при выйти 8 поставил, я зря, немного нудный фильм, просто я у него прочитал. Божественный салон-трек, я зря на него горячу, то есть восьмерка, это же тоже оценка. Восьмерка, это тоже хорошая оценка по нам. Тоже хорошая. Мне не нравится, что он Оно поставил, особенно Оно 2. Я, короче, вот Оно 2 посмотрел, и с каждым днем я звездочку себе, вот тут звездочки просто в масте, я с каждым днем звездочку накидывал в голове Оно 2, ты сначала смотришь, и вроде, особенно, если ты недавно первую часть Оно посмотрел, то ты как Саня, ну сняли и сняли, посмотрел по идиот, не знаю, правда, зачем вторая часть, вот так сначала думаешь. На самом деле, я так не думал изначально, но я, короче, не максимальную оценку ставил, но я с каждым днем именно настолько, короче, какая-то, просто в Оно 2 напоминаю, еще раз, не так, вообще в Оно, во всей хрени, у Кинга, короче, в книжке, не считал, опять же, но просто знаю, у него повествование, перекликается между тем, как дети персонажи, и между тем, как они взрослые, ты читаешь условно главу про детей, а потом главу про взрослых, а в кино первая часть... Да и в фильме красиво так же сделали, там дети взрослым противопоставляются, или ты сейчас хочешь к этому как раз довести? Не-не-не, не-не, просто там в первой части реально про детей, первая часть Оно про детей, а вторая часть Оно про взрослых чуваков, про этих же детей, которые выросли, вот, и короче, это настолько, то есть, я не знаю, там такие как бы примитивно классные какие-то такие вещи, как бы, не знаю, я просто каждый день, напоминаю, ставлю звёздочку плюс, потому что так круто сказать про какие-то, ну, нужные вещи, и вроде банальные, но крутые, я не знаю, я просто реально, я, ну, Оно 2, блин, это супер круто, я вообще рекомендую, то есть, я знаю, что ты первую часть смотрел, а вторую не смотрел, но когда-нибудь ты дойдёшь до этого, посмотрёшь вторую часть, оно стоит, что посмотрю, так что, стоп, я его дойду, да, вот, ну, 4 звезды Саня поставил, ну, типа, вот, 4 из 10, прям, 4 из 10, да, вот, и короче, у него зато очень мужские фильмы, у него именно супер, такие мужицкие фильмы, я вот смотрю, у него 7 с Брэдом Питом, отступники, с Ди Каприо, крёстный отец, всё вот это, этому всему хорошо поставлено, хотя у него один из друзей Оушен, опять же, с Брэдом Питом, 6 из 10, но у него именно такие мужицкое кино, у него там джентльмены десятка, напоминай, у меня батя дважды, дважды начинал смотреть джентльменов, и именно, чуть ли не смотришь, да всё, нахрена ты меня это говно заставляешь, я не могу, это просто говно, так же, как он мне про Брэйкин Дэд, я не понимаю, как можно хотеть это смотреть, это говно просто, зачем мне смотреть это говно, ну, просто здесь грязь, зачем я должен в свою жизнь это впускать, там, он именно вот до такого, но я знаю, у тебя батя противник, именно вот этих переплетений, любимые переплетения этого Гайорича, он противник этого, я знаю, ну да, он Гайорича ни один к нему не нравился, поэтому, про идиотов, говорит, кино, но так не бывает, по мне в жизни у бандитов так и бывает, ну да, в итоге потом снимают деньги с меня, потому что батя такси заказал, вот, ну короче, нет, понятно, что, слушай, я с ним тоже могу соглашаться, согласиться, потому что бывает такое, что, ну реально, такие тупые вещи заворачивает Гайорича, я еще смотрел у него короля Артура, когда он в какой-то момент ударился в кино, не свое, абсолютно, вот Аладдин и король Артур, который он снял, подожди, ну а Аладдина ты не смотрел, Аладдина не смотрел, я просто хочу, я просто хочу тупо вот, ну, хочу просто ремейк Аладдина посмотреть, насрать, что это Гайорича, мне просто интересно, как они это вот сделали, есть ли там тоже мюзиклы, есть ли, ну как, просто тупо интересно, curious, ну вот, да, вот он, видимо, ему тоже было интересно, или хрен знает, ему Дисней заплатил, я не знаю, как это происходит, но короче, было интересно, вроде никому не понравилось, вот, и кстати, король Артур никому не понравился, я посмотрел, мне нормально, там ту очень много тупого говна, вот реально, просто тупого говна, вот видно, что такое чувство, что сценарий писал какой-то просто мудак, короче, вот, и типа, я такой, я такой, блин, зачем, и там нету, естественно, никаких тупых, моментов, ну, в смысле, они, он пытался их чуть-чуть накинуть, но из-за того, что это не про отъявленных, там, на самом деле, король Артур как раз и раскрывается, как бандос, то есть там он с низов поднимается, и поэтому там есть вот эти бандитские замуты, когда все друг на друга мечи наставили, оказалось, типа, ну вот, короче, вот, то есть, типа, есть такое, но, короче, видно, что не в своей тарелке находятся, представил, что именно мечи наставили, вот, не в своей тарелке находится чувак, я думаю, что Володянин тоже не в своей, скорее всего, раз так оценили, я думаю, что в Джентльменах он в своей, да, в своей, короче, но я просто представляю, что это опять «Карта, деньги, два ствола», и, короче, не знаю, меня именно что-то отгораживает пока от этого, как от «Звездных войн», но я подозреваю, что если я посмотрю, мне будет нормально. Это не было ремейком «Карты, деньги, два ствола», это два реально фильма, которые, ну, хотя, это как первая и вторая Готика, то есть они обе суперклассные и так далее, они не очень оглядываются друг на друга, но потом началось какое-то говно, вот, видимо. Ну да, вот именно, вот именно что да. И опять про тупники смотреть, я еще не готов, короче, я понимаю, что там будут тупники, потому что по трейлеру там все рофлят, какие-то, короче, непонятные, ну, непонятно, кто кого поймал в ловушку, там, в трейлере чувак, чуваки, типа, какие-то бандосы стоят, знаешь, там, в переулке, и такие, типа, и идет чувак вот этот, один из джентльменов, и, естественно, все, кто джентльмен, они все там одеты по британски, ну там, с британским налетом фильм, в скобочках просто про британцев. Ну вот, да. И один чувак, типа, идет такой полностью британский, там, по джентльменски одет, и они типа его там пытаются что-то там отоварить, ну, на бабки по классике, типа, какие-то гопосяны британские. И он такой, чуваки, ну, да блин, да чуваки, ну, ну, плиз, давайте, типа, не будете товарить. Ну, слушай, ну, там, плиз, ну, плиз. И они начинают что-то там, типа, насильно на него бурагозить. Он такой, ну, я, типа, предупреждал. И достает там 5-1 из контры, и все, и все начинают убегать от него. Ну, типа, я, окей, хорошо, но это... После того, как посмотришь серьезные фильмы, враг, напоминаю, ты просто такой думаешь, зачем я... То есть, это так по-детски, короче. Это просто под настроение, да, да, да. Смотри, вот Дуриттелл тоже по-детски, но это абсолютно не противно по-детски. То есть, ты это смотришь... Ну, да. Ну, опять же, ты представляешь, что ты это с детьми уже просто смотришь, что это кино, и это реально нужно посмотреть с детьми, и это норма, и да. Потому что, джентльмены, ты не будешь с детьми смотреть, но сделано так, как будто... Там сразу кровь, опять, зачем ты меня заставляешь это смотреть? При том, что, разумеется, много где смотрит кровь там и так далее, но, видимо, это просто ему сильно в жанр как-то не идет, он просто его corruption сразу происходит какой-то и не может. Вот, короче, да. Прикольно, круто. Вообще, да, круто. Я бы какую-то, не знаю, что-то одно выбрал, так сказать, под завершение, потому что мы уже все равно больше двух часов это сидим. Но у нас классически, когда слипшееся при шоу именно долго идет. Ну, классно. Так нет, мне кажется, мы можем на этом и завершить. Ну, что, если хочешь, можешь еще что-то рассказать. Ну, что-то я хотел. Мне кажется, мы выдали. Да, понятно, что выдали. Мы главное, чтобы не поддали. Я просто помню, что-то я одно еще хотел сказать. И это касалось именно... Ну, хотя я обсудил... И хотя касалось именно ювеб-дизайна, но мы уже обсудили график выхода, что мы будем... Вот все, что есть, все будем пулять с минимальными, так сказать, разрывами. Не знаю. Что-то кажется, что-то какой-то бред. Но, видимо, ключевое слово здесь – бред, опять же. Про продакшн этого стрима... Ну, в общем, работает. Я придумал, как делать. Но не только я. Это еще и банан придумал. Но я подкорректировал там. И, в общем, в целом теперь... Теперь хотя бы на YouTube и хотя бы на Twitch идет нормально. Но мне тут сегодня миксер одобрил, наконец-то, говно. Вот, поэтому я даже не знаю, есть смысл заморачиваться и опять там что-то еще придумывать? Или как бы там... Я просто... И миксер – это вообще непонятное дерьмо. Там как-то своя атмосфера. Если честно, я когда туда просто тупо на Глагни перешел, мне уже каким-то хреном сразу же тупо... Огромный сплэш-скрин – «Войди под учетной записью Microsoft». Типа пока ты туда не войдешь под учеткой Microsoft, что ты вообще с тобой разговаривать никто даже не будет. Короче, я реально слышал на стримах у чуваков, что они говорят, что на миксере не стримят, только потому что не могут войти. Ну, вот-вот. То есть там реально у них долгая валидация. А это об отношении, я считаю. Это об отношении, говорит, платформа. То есть я уверен, что им в саппорт писали, но насрано, короче. Ниндзю купили. И как бы, ну типа, и окей. У них именно маркетинговая хрень работает, а, видимо, остальная хрень не работает. Да просто это еще смешно. Там же, как тебе объяснить? Там такая хрень, что они реально... Просто мы проверяем. Они у меня не взяли даже никаких данных. Типа там, как вы планируете назвать свой канал? Там, писька-сиська. Какой планируете там стримить контент? Ну и они типа там думают, надо им это. Нет. Единственное, что они взяли, это мою Microsoft-учетку. Что они в ней сутки проверяют? Они что, проверяют, пиратил я когда-либо в инду, и палилось ли это на моей учетке или что? Ну то есть это абсолютно как-то нелепый бред какой-то был. Что они там проверяют, я реально не понимаю. Ну, проверяли, уже проверили, и, о ужас, мне разрешили. А как могли не разрешить? Ну то есть... Ну, может быть, они вдруг ты бот там, я не знаю. Или, может быть, они на других платформах проверяли, а ник, я не знаю. Такие, ммм, VD Games, ну-ка, а что там на Твиче у них? А что они там стримят? Ну-ка, 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 ну-ка. И такие, о-о-о-о. О, не, не сегодня. Просто с GTA 4 год, нет, не сегодня, да? Ну то есть просто самое тупое, что у меня там даже и ник не в вебсайне. То есть моя Microsoft-учетка, это мое старое Gmail-овское мыло, которое вообще ни к селу, ни к городу. Вот что я там проверять? Ну то есть, опять же, оно у меня, ну, почти везде зарегано именно на него. Вот. И как бы понятно, что по ней, если просто даже погуглить мою почту... Так нет, а что они хотели проверить? Вот именно. Где хоть в одном сервисе тебя проверяют вот так? Да не знаю, только если в этом, в госуслугах зарегался. Вот именно. И то, там хотя бы паспорт просят. А тут не просят ничего, только эту почту дурацкую, именно дурацкую. Дурацкая, реально. Ну, странно, но у них там, я опять же вычитал, у них какие-то именно суванные технологии. То есть у них именно рекордно низкие задержки. Они технологичи. Ну, хорошо, когда ты не можешь залогиниться, задержки в целом. Да, и я повторюсь, я когда зашел на миксер, первое, что выпало, это залогиньтесь и получите код там, код трансляции. А где просто был каталог? Ну, типа я зашел, просто стримы посмотреть. Не стримить, а посмотреть. Я не видел каталога. Меня почему-то с главной как-то сразу, то ли я уже опять-то в полубреду каком-то делал, и я там где-то, ну, нажал, видимо, там, зарегаться или что-то еще. Может быть, я точно не помню, может быть, но, блин, каталога там точно, по-моему, никакого не было, и никак я на Ниндзю должен был найти, я не понял. Так вот именно, то есть хотя бы на Ниндзю-то как зайти, дайте. Вот, но, видимо, это только и ссылки какой-нибудь в соцсетях на Фейсбуке Ниндзи надо делать, потому что, ну, блин. Ну, видимо, надо просто mixer.com slash ninja. Ну, или так. Ну, короче, по UX очень странная платформа, не такая странная, как Яндексовская. Техподдержка, конечно, но тоже какая-то хрень. Об отношении, напоминаю, говорит. Вот, да, говорит об отношении, реально. Ну, вот мы и выдали микроскопическую штучку. Что нам надо еще из важного сказать? Что у нас есть чатики, есть патроновский чат, куда вы попадете, если просто хоть доллар нам занесете, ссылку пришлем. Вот, а есть этот чат общий. Наша так называемая помойка. Это уже теперь нарицательная. В общем, как бы, когда-то кто-то на это обижался. Говорящая фамилия. Да, сейчас это, в общем, просто как бы все рофлят с того, что наша помойка и все. Вот, наш общий чатик в телеге, в котором тоже происходит много всякой прикольной движухи. Например, вот наш с тобой общий знакомый Саня Соколов, он мне сегодня написал в личку, типа, Саня. А можете кто-нибудь... Ему там что-то на Instant View он мне тоже написал, это я сказал, ой, это не ко мне вообще. Вот, да. Он именно Instant View, это чтобы в телеге сразу открывалось говно, вот это с молнией. Помнишь, да? Я хвастался, что у меня на вебсайне.ру есть Instant View, а у... Да, а он там это хотел в Тильде, что ли? Типа CSS Tricks'ов не было. А он именно хотел, да, чтобы на Тильде подключить это дерьмо, ну а там, разумеется, надо добавлять эти, ну, спецразметку, там, говно и так далее. Я не уверен вообще, есть в Тильде доступ к HTML-ке сырой, чтобы там, ну, на полном серьезе что-то там дописывать, какие-то мета-теги, там, и так далее. Но не важно. Я ему, в общем, сказал, что я не в теме, опять же, сказал, что это Саня Ефремов, у нас по Тильде специалист, но насчет именно... Мы с тобой, я вообще перекидывал, я на тяге перекидывал, ты по классике на Саня Ефремов. Ну, это классика, да, да, да. Ну, просто суть в том, что я-то хотя бы сказал, что Саня Ефремов, скорее всего, не в теме. То есть он хоть и делает что-то на Тильде, мы знаем, что у него даже сейчас там есть суперпроект на Тильде. Суперпроект — это Raffle, но неважно. Вот, и суть в том, что я сразу предупредил, что, ну, не факт, что он Instant View туда накатывал. Наверняка у Тильды есть какое-нибудь платное говно, где ты можешь хотя бы HTML-ку править, какой-нибудь Тильда Про, хотя, по-моему, она вся платная. Я, ну, я как бы, да, я не спец по Тильде совсем, и мне не стыдно об этом заявить. Ну, не спец и не спец по Лебедичу. Вот, и, короче говоря, я ему тоже это сказал, что, типа, ну, но не рассчитывай, что, как бы, он там сразу за секунду такой, да, пф, я уже 15 сделал, и еще тебе сейчас один сделаю, как бы, еще и да. Поэтому он после этого мне спросил, а если я в чатике спрошу, а он состоит в помойке по бреду? Если я там спрошу, там, говорит, только смехуёчки, или мне там подскажут? Я говорю, слушай, я говорю, в принципе, даже могут и подсказать, потому что там, как бы, всякие люди, вот, но, говорю, через смехуёчки все равно. Поэтому вот, если вас такая характеристика чатика устраивает, что вам там реально могут, в принципе, по существу подсказать хоть почему, даже по-одинески. «Привет, Валентину Искобары», вот, то, причем это, кстати, рофл был, что он одинесской занимается, но он этот рофл продолжает развивать, как бы, типа, что он все-таки ею занимается. Типа, я-то одинесщик. Да, 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 и теперь уже непонятно, пост-ирония это или действительно он могёт, но, в общем-то, и неважно. Короче говоря, у нас даже одинесники там есть, специалисты по аниме там у нас самые топовые, топ-2 специалисты по аниме в России, и они вот у нас там в чатике сидят, так что, в принципе, не соскучитесь, если вдруг вас такое интересует. Вот, поэтому вот такой был у нас, опять же, карантинный спешл, вот. Супер, мне очень понравилось. Будем практиковать ещё спешл, не переживайте. Да, и подкаст про кино будем делать. Будем посмотрим новое кино, такое, как, опять же, «Побег из Шоушенка». Мы скоро, да, мы скоро будем просто, знаешь, у нас будет на неделю, типа, посмотреть, там, 5 кин, и, короче, подкаст хреначь. Вот, да. Ну, подожди, микровопрос. А на миксере есть какие-нибудь послабления, типа, как на ГГ можно смотреть фильмы, обсуждать там и так далее? Я не знаю, я, честно говоря, не знаю. Это какая-то, это платформа для изгоев. Я не знаю даже, скорее всего, там ещё более, по-моему, на миксере даже нельзя что-то типа, там просто за обычные маты тебя... Короче, там ещё более суровая тема. Блин, дерьмо. Так что, какое... Просто, кстати, ладно, в последнее скажу, что, что касается вот этой проверки, мне такое ощущение, что там вот этот вот 24-часовой просто каунтер на JS крутился, ну и у них тоже запустилось, что просто тупо, когда сутки пройдёт, только тогда подтвердят. Что они просто на самом деле кошмарят, что ничего они там не проверяют, а просто типа, вот у нас такие правила, что сразу нельзя, можно только после того, как мы там сутки там дрочить будем просто и всё. Ну, это странно было, но, в общем, было и было, опять же, по Лебедичу. Ну да. Не знаю, будем мы там стримить или нет, скорее всего, знаю, что не будем, но, в общем, они пытались, и мы пытались, вроде что-то там... Ну, даже если мы туда пустим стройкой, чуть, это, возможно, будет нулевой. Да, ещё ко всему, если там за обычные маты банят, то тогда без шансов, я думаю. Ну, в общем, да. Посмотрим, что как. Давайте тогда будем сейчас прощаться. Это, кстати, был 230-й выпуск, я не помню, мы в самом начале сказали, но не сказали. Нет, сейчас говорим, я не помню. По-моему, мне кажется, 230-й сейчас только говорим. Да, но я помню точно, что мы сказали, что спешил, и что 21 апреля. В общем, так оно и есть. Это спешил и 23 апреля. Вот, и да. Я, кстати, всё... Весь спешил играл в Вовку. Достаточно вылью. Много сделал. Важного нужно. Поэтому... Нормально. Я спешил, в принципе, жду. Потому что можно, наконец-то, там добить какие-то виклики. Именно виклики. Я не знаю, кто-то кроме меня использует слово виклик или нет, потому что я буду думать, что я его придумал. Это квесты, которые раз в неделю даются. Вот есть дейлики, а есть виклики. Так что... Ну да, в принципе, в целом понятно. Бесплатно, да. Royalty не нужно. Мне достаточно будет того, что вы это используете, и вам нравится. Так что, да, подписывайтесь на нас во всяких соцсетях, ставьте лайки, где слушаете или смотрите, пишите комментарии. Нам любые, в общем, эти... Как это называется? Взаимодействия. Любые социальные взаимодействия нас будут радовать. Потому что мы же это для вас делаем. А показатели социальных взаимодействий это признак того, что вам это хоть как-то надо. Да. Я, кстати, мне даже прикалывает, что иногда сидишь и приходит почта, что на какой-нибудь там 15 подкастов назад кто-то все еще смотрит и комментирует именно. Типа, чуваки, может, уже не актуально, но там на 15-й минуте я все-таки слышал, что вы пернули. Вот хотя бы такое. Это наоборот круто, когда старые подкасты... Ну типа, это вообще, это значит, что внутри чуваки смотрят. Это значит, что кто-то откладывает, типа, блин, сейчас у меня нет времени, у меня там, я занят, говно у нас, тяжелый проект. Вот. Но потом я обязательно как просто какой-то плейлист открываю, смотрю, отслуживаю. Причем там прям видно по комментариям, что люди залпом смотрят. То есть там один человек комментирует там за один день 5 выпусков подряд, причем комментирует не типа там просто ха-ха, первый или там второй, а именно комментирует, что начал смотреть и что-то по теме. И так вот 5 выпусков по теме комментирует, это даже как-то и прикольно. Ну да. Я думаю, что к следующему спешлу я уже закончу оставшуюся, вот эту последнюю фазу ремонта своего и что-то может быть про это расскажу, потому что так пока в общем и в целом... уже вообще изменится все, уже подкаст будет в ремонте полностью. Да, возможно уже по звуке перфоратора это будет не с вебками, а с перфораторками, что да. Ну ладно, круто, круто, чуваки. Спасибо всем, кто это смотрел. Никита, тебе тоже спасибо. Да, мы, кстати, не представились вначале, но я думаю, вы уже догадались, кто с вами был. Кто мы такие? Да, потом посмотрите в описании, там написано, кто мы такие, если что, если вдруг забыли. Вот, да, ладно, будем тогда заканчивать. Всем спасибо, мы всех любим. Давайте, пока. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok